Апсарам он активировал премиум новошкал. Так, Апсарам он там угадывает. Оп, короче, сейчас я обновлю сетку, посмотрю. Аверс Революшн, кстати, начали они играть вообще, интересно или нет. Так, выхожу, там пусть Magic Streamят действительно, что мне туда лезть. Минато что-то ждет. Так, Мастер Вайс против Минато. Ну, посмотрим пока, в сроке больше нечего смотреть. Так, Рева попался с Blue Cheese'ом. И что-то не видно Реву-то ни хрена вообще. Или он играет? Нет, что-то не видно. Переименовываю везде стрим, что уже какого-то года началось. Революшн. 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 Продолжение следует... Так, ну что, Минато Мастер Вальс, понятно, что Минато здесь фаворит очевидный, да, как бы... Так, изображение, всё, изображение 2 вижу. Продолжение следует... 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 Так, ребят, тамгуру не смог зарядиться... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, короче, ребята, это дичь какая-то. Добавил DimaTorzok Месторождение минералов выработано. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, короче. Добавил DimaTorzok 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 Наши войска, атакованный! Субтитры создавал DimaTorzok Наши войска, атакованный! Так, ну тут Минато разобрал, ребят, извините, что я без комментариев, просто там, короче, некоторые игроки не смогли зарегиться, видимо, европейские, из-за того, что там квалификация. Ну, как-то криво там, короче, всё, вот, и получается, ну что, как бы, я тут уже ни хрена сделать не могу вообще с этим, поэтому, ну, пришлось мне отвлечься, ребят, вот такие вот дела. Ну, ждём продолжения, в общем, короче, тут пока ВФП, смотрите, там, разговаривал. Ну, а что делать, что делать? Так, сейчас я на Twitch зайду, погодите, ребят. Сейчас я захожу к Минато. Извиняюсь, так произошло. В общем-то, надеюсь, что без меня нахрена, ну, я добавлен в суде и зачем-то, я не понимаю, как бы, все мне, ну, там, мне многие пишут постоянно, как бы, мне приходят технические моменты решать, потому что я не могу не ответить. Я не могу ответить, как бы, людям просто, вот. Ну, и в итоге вот такая хрень. Я не могу ответить. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все короче вернулся сюда ребят Теперь больше не буду отвлекаться Вроде как гуру в сетку добавили Как я понял на самом деле там он даже косяк был сейчас Вот но учитывая что все таки мало кто на гудгейме бывал из европейцев можно понять почему Потому что там кнопка ну то есть есть регистрация на турнир а есть покинуть типа турнир кнопкой Она прям рядом с чекином там находится он короче случайно вышел из турнира и в итоге не смог зачекиниться вот так То есть по идее как бы это не оперативность на этот момент была Да как бы я играл с тираном этот ТВТ и в итоге вот так получилось ну Юра вроде добавил короче его в этот В сетку за что ему спасибо Все ну а мы смотрим мастер васю минад хоть вторую игру маленько покомментировать надо блин Короче во время турнира не очень прямо решать вопросы скажу я вам но иногда приходится В общем сейчас что будет сейчас буду квалификацию эту стримить вот в 21.00 будет начинаться финал месяца гуф у СК Ноября я посмотрю что там по сетке и возможно возможно и Я туда пойду стримить наших потому что нужно поболеть там да как бы за наших игроков Вот а мэджик да стримит эту квали Но мы посмотрим по обстоятельствам что будет происходить я думаю за два часа сетка продвинется значительно вперед Хотя у нас везде бутри как бы и поэтому ну не понятно сколько там она куда продвинется Я думаю что может быть даже уже будет понятно кто квоты возьмет то есть как бы Главное квоты да квот от стримить а там уже можно и на гуф у СК идти Так сейчас я кстати на посмотрю что там на гуф у СК вот происходит Чуть позже Минато пришел роучем вот Ютермал за такие выходы наказывает своих оппонентов зергов Но Фу Минато и Ютермал конечно Ютермал Минато наказывает я уже договариваюсь Ютермал очень жестко наказывает за такие выходы Потому что не ревеладжерами вообще с риперами тяжело бороться Мастер Вайс вроде как тоже убил Парабам вроде как кровельно что-то по боевому лимиту катастрофы Посмотрите просто ема Бараков настроил и лап ни она одной не было То есть надо заранее готовиться Сначала три барака на них строишь на одном лаву делаешь стим Потом на остальных постепенно добавляешь Но это тяжело все законтролить Отновляем с рипер контролем и можно понять на самом деле Да как бы мастер Вайсу в этом плане Ну вот мастер Вайс залез и теряет риперов просто всех Не надо на крип ни в коем случае лезть И риперы вообще крип сами должны отконтролить Королеву вроде как забрал Два рипера вроде как живут Нет уже едва этих не живут 89-49 А без риперов у зерга руки развязаны То есть он может идти куда хочет сейчас Ну а куда ему идти кроме как к тирану правильно У тирана вообще тут 6 мариков что ли 9 мариков Это катастрофа конечно Ничего не поделаешь Так камни минус Здесь кривая хата от мината Это видно даже Ее надо сместить вот сюда немножечко Ну по идее до стопудово она криво стоит Видно даже Здесь не зря вот эти круги Это как бы показатель того где хатка должна ставиться То есть вот прям Видите вот эта стащика нормально ставится Прям в центре А здесь она смещена вот сюда Видите как она стоит Ну да ладно у меня это гигантское преимущество Здесь в любом случае Почему то он тирана решил не дожимать Вот это непонятно если честно Мината 1.1 пораньше Ну очень много крипа Может мината решил раскликаться Ну как бы Таких вот В таких играх Когда можно добить Нужно добивать Почему Потому что Если ты даже с игроками Которые слабее тебя Расслабляешь булки Начинаешь там Катать макро Какое то Чтоб задавить его Вообще там жестко Вот Бывает как Ты потом просто Ты потом просто Можешь не чувствовать Собственно говоря Когда Ты можешь добить В играх С крутыми игроками А не добить вовремя Иногда Обозначает что просто Проиграть Так Да Что то я не туда поставил Сейчас Стрим Вот Пилю сюда Куда нужно На Гагагода Квалия Здесь тропчики идут Везде Насколько вижу Смотрите Мината Еще не квалифицировался На Гагагода Мината Квалифицировался На Гагагода Ну Четвертая квалификация Чисто для СНГ Будет Получается Вот завтра Кстати она будет Если что Так Что приходите Смотрите Мината 2-2 Ну я правда Смогу ли я завтра Квали постримить На Гагагода Я не уверен Почему Мината Короче с ванхафтов Походу хотел просто построить Поэтому Так и здесь и задержался Потому что Сегодня Сейчас Гагагода В 21.00 У нас будет Гоуфоиска А в 4 утра Я буду вставать Чтобы стримить ИМ Ну не в 4 А в пятом Часов встану Может часов в 5 Я спать сегодня Часа 4-5 буду максимум Ну да 5 не будет часов Потому что я Если я ИМ буду Гоуфоиска До конца стримить То Поверьте мне Он часов в 12 И в час Закончится Что-то смотрите Мастер Вайска Вперед идет 160 лимита его Драться с локустами В 2016 Зачем Убеги назад Свармпостов Увидел Пустили они локусты Ушел Все 130 170 Это сейчас Минуту Или сколько там Это КД идет Ну оно там Меньше минуты Сейчас 40 секунд Вроде идет Так Так Сейчас Вармхасты Сюда Плсм Нужно уместиться Цеху Подними Одно поднял Вторую Нет Вторая Это чем Опа Смотрите Эти моряки Че творят Свармпостов Тут прессуют Мастер Вася Но они уходят А на крипе Они просто летают Сейчас 5 с лишним скоростью Это жесть Вообще Как у Феникса Почти 115 180 Ну здесь Вот если Мастер Вась Не отдался У него ситуация Была более-менее нормальная Так Цех Улетел Сюда Обратно ее привезти Здесь обгрызал Минералы Один Не высосал Другие полные Почти Но это свойство мулов Так минералы Добывать Какие-то добыты Больше Какие-то не добыты Вовсе Так Опять Минат Накидывается на ЦЦ У Мастер Вась Не поднимается Какой же ДПС у Вовса При том, что у них одна атака всего Ну тут ГГ Тут уже пора Что-то делать Мастер Вась Идти вперед И писать ГГ Либо просто Писать ГГ Ой, как Минка зарядила Но это не спасет Это не спасет Экономики-то не осталось Вообще Кроме вот этой Крайней базы Не надо Тут уже с трех эволюшенов Начал ГРД штамповать 85-151 Ох, компот из черноплодки Ни хрена себе Ни слабо Так Аверси Крайней базы Крайней базы Зачем Экономика Крайней базы Распределяем Крайней базы revolution они сыграли интересно 12 минут играют алинки а ну а нет а линкс гуру матис джудикатор алдариса выиграл q против киры кстати играет это интересный расклад где у нас к вообще о и ревчик появился честно с кем он бьется с глючизом сейчас или нет видимо до у 4 минуты в игре так есть фрэн здесь чудо там одна часть сетки задерживает совсем гладиатор рекордами на таланте рост сосиска 74 надо разбираться короче мы у у а у у у у у а у Так, на GoFuSK Хотелось зайти посмотреть, что у нас сегодня будет Сегодня GoFuSK, November Finals Так, так, так Сетка игроки, кто там из игроков Наших есть Опа, Блай, Каст, Гуру, Хина, Кас, Ким Дакьянг, Билуэ, Канин, Мульти, Рейнер, Нерчо, Папи Джо, Соу, Стрэндж, СуперТелл Так, Кас, Блай, Стрэндж, нифига себе, трое наших, нормально Так, а с кем Минат продолжает биться? Сосиска 74 Ладно, пусть Минат обьется, что-нибудь поинтереснее мы найдем Хотя, может быть, сосиска 74 разваливает кабины там Я вот не знаю Я буду Ревчика либо Коу сейчас, я думаю Привет, Двар, куда Гризли лезет? Я же показывал А, вот тебя не было, может быть Оп, оп Чарлик Чарлик Здарова, братан Еще раз Это любимое место, братана моего И он стесняется, камера, если что Вот так вот Короче, ждем продолжения Поменяем местами Сеточек нет, GoFoSK еще никаких Сетка через полтора часа будет Сейчас на секунду отойду, вернусь, ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому все здесь я ребят тиран вик там с кем-то начал играть час ревчику 14 минут там етс от могу дать вам ссылку на gof osk так смотреть что там за игроки с хотите а Продолжение следует... 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 Продолжает рипер летать. Харасит, на мейн залетает. Ой-ой, а тут не видел лейра, вообще не видел мейна даже, блючис. А чё рева ждёт-то, я ещё не вкуриваю. Так, линги прибегают на мейн, риперона принимают. Блючис самую главную информацию сейчас не получил, а наличие лейра на самом деле. Ну, лейра пока... А, вот-вот-вот, пошёл шпилёк. Здорово, фуллгорыч. Давно не видел, чтоб ты что-то в чатике писал. Хотя видел, там иногда бывает сидишь. Рад видеть. Короче, плюс два газа на второй и на мейн и газ ещё. Ну, в мутку это стандартно. В общем-то, игра такая... Блин, минус-дрон. Где линги-то бегают эти чёртова? Вот они вернулись. Четыре. Почему... А, два на ксилнаги. Два здесь бегают. Ой, ё-моё, как рипер больно делает! С ксилнаги рева рипера уводит. Хорошо принял. Молодец. Встретил. Всё-таки поймал. И двойной дроп полетел. Рева прекрасно это видит. У него три королевы. Всё, что есть сейчас, вообще. Так. Пару десантников забирают собаку здесь. Так, чуваки, на Твиче, пацаны, не тупите. Это третья квалификация на ГГБУДА. Две квалификации для СНГ, две общие. Это общая вторая. Поэтому есть... Абусмайл активировал премиум на ваш канал. Поэтому есть такие игроки здесь, как Блющис и не только. Так. Друг УСБ. Линги-Линги забегают. Сплит от Блющиса фашу. Минка живая. Трансьюз есть на королеву. Есть Трансьюз. Опасная ситуация для Рева. 43-44. И хата третья падает. Я бы сказал, это катастрофа вообще. Теперь, скажем, первую игру выиграл. Хата интересная или нет? Ну, в любом случае, Рева из России. Поэтому сможет, если что, сыграть ИГИ четвертую квалификацию. Даже если не сможет пройти сейчас. Но лучше проходить сейчас. Пусть наши бьются игроки, чем буржуи. Да, в резовой фон забирают. Хотя я сам что-то беспокоился, что никто из европейцев не сможет пройти, да, как бы на этот турнир. Вот. Ну, посмотрим сегодня, как сложатся дела. Может быть, никто и не сможет пройти. Ну, квалифицируется-то. Четыре игрока, поэтому... Дело такое. Есть еще приз на самой квалификации. 3000 рублей. Он составляет на данный момент. Предыдущих Яндек до пятерочки доводил. Не знаю, будет ли он сейчас это делать или нет. Так. Захожу крепко. Ну, а первая группа там каких-то в 20-х. Я уже не помню. Там все расписание у нас уже запилено, написано, определено, когда что. Признаться честно, я не помню просто уже как бы дат, когда там будет все. Но уже скоро начнется и плей-офф Эггг-года. Будет, конечно же, очень интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребята, 1-1. СМ-1. 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 Готов. СМ-1. Улучшение завершено. Смерть на пороге. Понятельник группа. Понял, Фулгорич, ну заходи почаще, на ГГ года заходи. Теперь, конечно, Старкрафт без хэппи, но есть преемники. Вот, и вернулись браток, Демага сейчас тренится, что очень приятно. Каст начал трениться много, так что будет за кого поболеть. И на Нейшн Ворсов будет за кого поболеть, потому что... Сборная Украины выглядеть будет, я так думаю, очень даже достойно, пока там как раз Демага, Кас и Блай, старые отруются, лидируются. Вот, ну правда, сборной России не будет страниц, потому что надо было рейдиться там, как бы, да? Печально. Да это что-то отваливаются стримы, потом появляются, короче, непонятно почему такая тема. За счетчиками что-то не то, наверное, не знаю. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Так, 7 дрончиков заказано. На 10 рабов у Ревы больше сейчас. 4 гелика вперед едут, еще 2 строятся. Рипер жив до сих пор, что самое главное. Так, стеночка вошла с этих... С 4 зданий. Ну так, гелики приехали. Баншута надо чем-то встречать. 4 стенок супер настроил. А, он потому что лингов не заказывает. Ну тогда понятно, почему. Без лингов, конечно, да, тяжеловато здесь что-либо сделать. Криптуморы убиваются. Привет, Тир Клеверин. Так, скоро там шпиль-то вообще будет готов. Так, 4 аж все здания достроил. Смотрите, Роуч Ворон остался без криптуморовой подпитки. Ё-моё, надо Роуч Ворон-то спасать. Надо тут королевки... Под нужду справить здесь где-то. Так, Рипера поклутнул репчик. Геликов поклутить в легкую. Еще гелики приезжают. Зачем транслюз на королеву надо кидать? Транслюз кидает за... Зачем блючи ломятся в королевь сейчас, долбятся вообще? Я не понимаю просто. Ну, 400 газа все. Чуть-то как-то Рево газа мало скопил. Он муфроучим делает, да? Он делает муфроучим. На несколько муталисков заказывайте. Рабочих сейчас делать тогда. Так, 6 муток заказано. Есть еще личинки. Надо дронов еще делать-то. Надо пробивать здесь проход. Тут я не знаю, какую из эволюшинок разломать. Вот этот, наверное, центральный. Здесь третий сэч. Погодите, это... Нет, это не мех. Я уж испугался, что мех сейчас будет. Это био все-таки. Так, Баншу отогнал. Еще Банша нарезала. Одного дрона она, видимо, и подрезала. Так, ну Банша под анализом к третьей базе летит. А есть у Рево вообще оверсир? Да, есть. Надо муфовером делать. Банша залетает на треть. Вот она, без инвиза. Рево, реагируй. Реагируй. Спорки запилены. Отменяй спорку. Репчик не отменяет спорку. В итоге нивелируется то спасение, которое здесь было сделано из спорок. Ну, и одну он не стал отменять вообще. Так, еще глючи за ноль-то там вообще. Один на один, кстати, не ноль. Я убрал случайно. Так, тут мутка прям в лоб Мариков зашатала вся. Танчик Рево зашатал. Вот что Мариков зашатал? Ну, тут туретка есть. На Мэнни не надо под туретку лезть, Рево. Стим пошел. Хочу там Марику сильно подрезать. Там Глейвом двух сразу можно убить было. Надо депошечки пошатать. Здесь королева... Так, Банша все еще пул шатает. Где уверсир-то я не понимаю? Так, после мутки в роуч переход идет. Давайте пул сейчас Банша выбить сейчас просто, да? Банша решил улететь сейчас, в общем-то. Блючи-с, мута... Так, роуч реально много добавляется. Один на один на роуч тоже делается. Уверсир минус надо куверу заказать. Пять у Рево заказано. И, кстати, очень-очень много боевого лимита в итоге. Так, что Рево с перебором в стиле Блай оверов настроил. Хотя, в принципе, ресурсы есть ему. Если чисто это боевой лимит будет, то лимит очень быстро будет заполняться. Ну, куда четыре-то еще? Сейчас на эти четыреста минералов надо муты... Ой, этих роуч еще будут дали. Хотя ресурсы есть, личинок катастрофически не хватает, Рево. Один на один сейчас доделывается. Выход идет. Блючи-са еще щитов нет. Если до щитов готовности ударить, так вообще можно убить, по-моему. Так, Блючи-с на Ксилнагу выдвигается. Великами. Роуч обходит. Часть роуч вообще назад там пошла. Блючи-с, что, в размину уже решил играть, что-то я чуть не понимаю. Рево заходит сюда на вторую. Минка сейчас делает залп. Можно реводжером орфануть из этого роуча. Вот, к примеру. Роуч прям марика врывается. Тут выход на третью идет. Размен, кстати, Блючи-су не очень-то на руку, я так смотрю. Хотя тут марики, смотрю-ка, роучи подшатали. Налом на рабочих был. Здесь хелбата плюс пиво. Щиты доделались. Ту-4-5-9. По боевому лимиту близкая ситуация. Если по очереди роучи будут так отдаваться у Рево, это может привести просто к ужасным последствиям для него сейчас. Третью хату терять ни в коем случае нельзя. Дронов с перебором тоже терять нельзя. Роучи все новое-новое подходят. Мутарис прилетает. Уверсир запилен. Здесь отбился Блючи-су. Но у него 22 ксм-ки. Но здесь-то 46 дронов тоже не ахти. Прям дофига рабочих, насколько я вижу. То есть нужно продолжать прессинг роучами. Сейчас обязательно прессинг роучами нужно. И экономику восстанавливать, конечно. 55 дронов все становятся. В принципе, эко нормальное. 2-2 делается. Роучи реводжеров надо больше пилить. Кстати, Рево молодец. Понял, что глаза не загорелись, что надо давить-давить-давить. А то, что грейды делать надо, он понял. Молодец. Так, здесь одна инженерка. Не две, кстати, инженерки. Так, СС на третью рабочую постепенно строит. Так, подрезано. Туретка на сюда, кстати. Здесь вообще ничего нету. Можно было бы убивать бы. Это зря они проверяют Рево такие моменты. Марики забегают. Но здесь роучи стоят достаточно для обороны вполне. Ключи сразу же улетают. Дробчик два... А, вот он, дробчик на мэн улетел. А на мэне-то Рево не готов что-то к дробчику совсем. Хотя роучи в продакшене есть. Если среагируют, сейчас роучи имеете вовремя. Так, что-то их вышло несколько штук. Один сразу минус. Шпиль будет уничтожен моментально просто. Так, со второй базы возвращаются. Нет, здесь нормально. Еще пока жить можно. Он добьется Рево. Главный экономик слишком много не потерял. Так, мутарис комитетов принять. Надо добавить мутки побольше, чтобы нет. Так, возвращается дробь на третью. Здесь есть чем встретить. Через порху сейчас медивах минуснуло почти. Четвертую отменяет. Левый эскейп нажал. Да-да уже серьезные косяки поперли. Ну, подземные муф роучи. 2-2. Надо реводжеры. Нужны реводжеры обязательно в этот микс. Без реводжеров тяжело будет, реально. Так, опять прыг на майнер. Что ты будешь делать? Ревчик реагирует. Жироучи на муви отдаются. Сливаются все. Мутка прилетает, а мутка... Ой, больно-то как. Последний мутариск может сейчас погибнуть. Погибает. Последний мутариск. Жироучки все бегали. Что они так долго возвращались-то? Я не понимаю сейчас. А мутки нету, чтобы встретить. Да что за дерьмище-то, а? Так, закопка поперла. Будет выход роучами? Да, будет выход роучами. Весьмарики в очередной раз на третье забегалова делают. 167 на 114. Роба 120-76 по боевому преимущество. Просто гигантская здесь, да? Сейчас надо встретить эти дропы, как бы, и уже... В общем-то, реводжеры только на третье ожидает. Я что-то не понимаю. Вот единственное, почему. С подземным мув можно зайти очень хорошо на третью базу, что ревы и собираются сейчас делать. Туретки нет вообще. Куда ты пополз-то? Куда ты ползешь? Здесь же вот они. А что ревы делают-то? Не понимаю, зачем он на вторую-то ползет? Вообще непонятно. Там просто немерено, короче. Версиры полетели, ровучи выкопались. Сзади в пилзу. О, хорошее окружение идет. Марики загружаются, улетают. На мэне марики аннигилируют просто весь мэн. Надо грейды шатать. Жаль, что он и под 2-2 грейды не успел ревод. Здесь наверх лететь ни в коем случае нельзя. Третья добывается спокойно. Смотрите, да, на второй много депошек, но почему третью-то никто не шатает? Тут уже четвертая в наглую поставлена база. Мэн еле-еле с горем пополам отбил ревы сейчас мэн. На третий ксм. Так, поехали они на дальнюю. Там планетарка. Кстати, нужно обнаружить, что там планетарка сейчас. Так, почему ревы не обнаруживают, что там планетарка? Ну, кстати, на самом деле... Куда пополз-то? Видно же было, куда ксм-ки ездят. Вообще бред. С ревы сейчас отступят. Может, ну, вот эта планетарка зарешать? Смотрите, видел, что там ксм-ки ездят. И вообще не среагировал никак просто на это. Ну, что за бред-то вообще? Опять дроб на эту базу, на третью. Вернулся. Ну, по лимиту, конечно, все хорошо. То есть, как бы, здесь и далеко не проигрыш у ревы. Все нормально. Ну, сейчас вот этот дроб зайдет, и там четвертая вот эта планетарка будет добывать вообще. Реводжеры, по-первых, 194. Мейн под угрозой уничтожения сейчас оказывается просто-напросто. Это минус мейн. Да, печаль. Так, реводжеры приходят, отдают сразу. Надо ручим и вперед выйти. Почти попал рево, молодец. Пытался, но не попал. Здесь опять на треть забегание. Здесь четыре ровы еще есть. Нормально встретят мариков. Этот медивак сольется. Скорее всего не улетел. Смотрите-ка, даже улетел. Реву не видит, здесь четвертая просто оппонента. И добыча-то там идет вовсю. То есть, боевой лимит сравнивается и сравнивается. Так, заново вылет идет. Вот она. Блин, ну видел же, что там, видел же, что кснки куда-то едут. Почему, почему не понял-то, что происходит? Руч проверяет, но не там он проверяет сейчас. Лейера вообще нету, как бы, но лейер восстанавливается. Здесь на мэйне чисто просто встала. Так, ручи им порегениться можно. Несколько ручи реву оставить дома. Много лимита летает. Надо нападать вообще. Пытаться. Так, ну эти все отрегенины идеально ручи. Танки есть, туреток нету, кстати, здесь. Еще реводжеры пошли, кстати. Кстати, кстати. Здесь пытаются зайти дроп с хайграунда на вторую. Так, идет рева вперед. Так, танчик видит. Танчик минусой, ревчик, это твои. Заходят сюда на хг. А на мэйне еще там. На мэйн будет заходить рева? Нет, не заходят на мэйн. Два танка в Си-Ж. Танчик надо минуснуть срочно. Танчик минусует. Не, ну 145 в темпу, боевому лимиту. Пока рева в плюсе все еще. Оппонент его переселяется. Игра с интригой получается. Бараки вот там полетели. Здесь выход попер. Здесь ревы тоже реводжеров, кстати, делают. Софлай блок в лючизу обеспечен. Кажется, это победа для револьверчика. Практически уже, не знаю. Ну, можно еще наошибаться, конечно. Но я не знаю, что он так наошибается сейчас прямо. Фаербуллов много выкинул. Надо еще фаербуллы кидать. Еще фаербуллы поперли. Улетает в лючиз. Здесь отбил 73-158. Здесь танков нет. Под планетарку три танка уходят. Тут SALEZ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ой сколько бараков ни хрена себя ресурс увлечит вообще как борьба в чате это не очень честно вообще как будто тоже в чате это тоже не очень честно получается что ты мне пишешь да цеха падает пул устанавливается заходит рева там танк есть вдали один минус нужно ли так под танками драться пошел на лом по танчику фаерболы пошли заходит рева просто в наглую планетарку зашатал хорошим дождем облил всех юнитов убивает и все в это время опять дробчик то есть тут игра ну и знаете рева тут на таком просто живет по склочке земли реально ну тирана тоже ничего нет получается у него соплай блок он несколько мариков построил а рабочих ноль то есть он цеху просто построить физически не может но смотрите он реви выпиливает хату если рева последнюю потеряет это это в ничью будет можно свести значит тирану хотя фаерболами могут роучи реводжеры шатать очень неплохо эти посмотрим на боевой лимит 38 роучи 16 реводжеров мародер 22 марика 6 медиваков лимита намного меньше у ревы но я уже говорил то есть если хату добить то тут можно и проиграть у дробчика идет так здесь на хг рев заходит обнаружил так расположение строений раскрыт там смотрю уже 30 лимита все там все разлетелось уже в ревы возвращаются на где дрон это его 15 штук всех они а вот часть закопано 10 часть все закопано 10 10 плюс еще сколько-то цехи нет и не восстанавливается ну значит надо просто стоять обороняться кэш из цехи нету то что еще делать тирану нужно выбивать хаты просто последнюю пул погибнет сейчас спорка здесь еще есть в элиминейт будет пытаться сыграть да пытается сыграть в элиминейт здесь тиран ну добыча началась мистрео не затупит как-то не потеряет все здания просто на ровном месте то он победит ну тут столько лимита что достаточно я не знаю половину здесь оставить поставить нормально и все будет окей спорочки пошли газы все сбривает то есть он готовится тиран попытки сыграть в размен откликающий маневр ну слишком много лимита слишком много бегай пищу ключи с молодец репчик не неси короче ахинею over mind вот и тогда ты будешь целости и сохранности короче и так сегодня подустал и еще буду стать успею и Phillips и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Коу выиграл 2-1. Офигеть вообще. Коу на последней квали будут играть. Зато шанс-приз будет взять. Так, Люцифер с револьвером будет играть. Ну что, Люцифера посмотрим, что ли? Так, победили с кем? С Кренигмой будет, кстати, победитель. Будем ревы играть. Куча ревов будем смотреть, а что тут говорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Так, New Kirk. Так, жду пока все зайдут, сейчас домой позвоню, забыл я перезвонить, а то потом некогда вообще будет. Так, так, так. Так, так. Гуру Аверс Гуру Аверс это хорошая игра Гуру Аверс 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 Блин, долго собирается, реально что-то, пацаны. Продолжение следует... Так... Аверс пишет, что с Гуру начинает бомбить. Поехали! 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 Сейчас я напишу ему... Поехали! 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 Привет, Фрэш! Короче, Люцифер против Ревы. Давайте смотреть, всё, больше не отвлекаясь. Здесь лэйр достаточно ранний, Рипер прилетел, Рипер ничего не убил пока что. Хараси, Рипер сегодня Ревы прям успевает. Смотрю, спорки заказывать-то молодец. Идёт контроль до конца, что называется. Лэйр почти готов, шпиль ли это будет, спорку надо отменить. Она не сильно здесь нужна, на самом деле. Так, дрон что-то тут порезит здесь. Сейчас встал на своё место, нормально. Плюс доказывается два газа. Третья хата уже пошла, шпиль или что это вообще будет, непонятно пока. Шпиль, да, пошёл. Идёт контроль со дверьюру… Идёт контроль со дверью. Едём гар ну что ребят интересный дроп здесь идет от Люцифера у Рева есть 2 бейна, но 2 бейна здесь не очень-то достаточно, чтобы это все отбить и вот этот дроп Мариков решает на самом деле очень неслабо против муталисков билд через муталисков хороший контроль от Люцифера здесь идет кажется проблемы просто гигантские то что Рева ввязался в драку и не отбился здесь, это очень плохо почему? да потому что он не может дальше отбиваться, эти маленькие все стимятся, стимятся и разваливают уже хату здесь Люцифер ушел сейчас за минералы так, из игры звук через полторы минуты вы услышите это печаль бывает грубая реклама идет еле-еле Рева отбивается но это еще пока не поражение смотрите, там 8 муталисков в продакшене здесь отбился плюс здесь 3 есть 11 муталисков серьезное количество то есть можно контратаки на самом деле здесь не слабый дэмэш нанести особенно эстеран забудут на продакшене зданий туреток под напилить вообще по грейдам по всем параметрам если мутка сейчас ничего не сделает проблемная ситуация абсолютно для Рева складывается полетать побиться с биом муталиск минус 1 включи звук в игре плиз с тебя 100 рублей звук в игре будет что звук звук будет задержка в игре на клубнирах задержка ставится ну помните об этом все да разбирая дропы Рева на х2-83 так минку забрал одну минку вторую забирает медивак тоже заберет сейчас так пока сопротивляется полиамиду уровень идет на продакшни туреток нет можно реактор шатать можно все шатать привет fxopen все знаю все знаю ребята будет звук не волнуйся задержка на турнирах ставится это норма это практика нормальная так прилетает мутка классирует утрепчик рубил подобавляет мутки побольше здесь есть либератор желательно его пока он не набралось их все больше и больше убить я что-то рекламу пилинул как бы и увидел что звука нет только поздно в итоге так реактор задемажен не слабо причем таки так выпиливается минка глэйвом по по либератору прошло да видел я что вы пишете конечно пацаны черт так либератор убивает не ну контроль муталиска фатреев сегодня неплохой конечно но такую игру тащить это реально надо на морально волевых не теряя муталиск практически вообще действовать здесь ну что можно сделать сейчас вот залетаем эту туретку убиваем реактор лаба например мариков это небольшую группу подрезаем так там минки есть видит рео минки прекрасно видит туретку все вроде как защищено везде вот все рео не играл ему как будто на пользу пошло он как-то увереннее стал действовать он просто шатает летает спокойно как бы уверенно так все делает как мне кажется по крайней мере что мута супер маску это там пошло вообще готов ли люцифер к этому то есть видно что люцифер и видно что касс видимо тренит люцифера объясняет ему билды неспроста касс здесь оказывается в игре ну помогает видимо с билдами подготовлен был подревый билд идеально да как бы люцифер и вот этот дроп исполнил хорошо но но дроп он не убил и все дальше уже как бы опыта пока нету большого и начинаются проблемы на стадии такой средней неначальной ну а так понятно что рево фаворит здесь тем более нервы еще на мяка присутствуют так несколько мариков здесь муталисков уже 20 одна штука все они здесь кстати говоря в этом вылете я бы сказал выходе я не знаю как это надо вот залетать внутрь так рево тоже что-то медлит но пока ничего не теряет тут можно пролететь вот сюда как бы убить туретку и шатать здесь но чтобы такие моменты чувствовать ну что же гигантский опыт шатания и тд 2.2 грейды пошли люцифер по лимиту в плюсе тут долго летание муткой ничего не делание оно тоже ни к чему хорошему не приводит обычно 4-ая хата у рево пошла по катуге кстати есть да есть по катушке так залетает рево вот вот можно пролететь да прочувствовал момент что туретка здесь всего одна залетает внутрь на мейн начинает шатать рабочих армор здесь армор зашатал мариков несколько зашатал и улетает спокойно там все перестимпачено вот сейчас таким пачкой просто через оклик можно развернуться конечно что сейчас левая делает продолжает да и похи шатать здесь 4 линга прибегают минус линги ссэчку будет лево убивать ссэчку будет убивать да туретка падает минку видел минку выбивает ссэп пытается убрать пока здесь выход идет ссэчку на мейне убирает а нужно улетать 151-137 да заказ линга бэлингов идет так сколько мутали сколько у нас 26 конечно левая играет против люцифера не против бьяна не против даже касса или кого нибудь нашего топа в снг тирана или евро неплохого тирана люцифер при всем уважении к молодым игрокам он пока ему еще нужно набирать уровень до такого уровня естественно вот ну да бьяна это понятно если бьяна был бы у кого нибудь уровень мы бы за не говорили что в снг все плохо естественно хоть один из кто-то так играл бы да если был бы один то и другие подтягивались ну что-то я смотрю как бы и мне так хорошо минки мне прям нравится как сегодня действует лева как будто и вообще и не он-то играет то есть то ли пауза ему пошла на пользу то ли что ну молодец четко отконтроливают очень четко г пишет люцифер 1-0 лева молодец ничего не скажешь какая вторая карта выясняем так ну что захожу в игру я кто-то не жал готовность чалип успокойся салют бомбят фейерверки взрывают фу прекращай блин нервы потратить так поехал а Так, ну что, Рева 1-0, вторая игра. Привет, Костик Киев. Кто-нибудь скинет, вот, Бейкер скидывает уже. Помните про то, что поддерживать на меня и мой канал. Включайте Адлок и подписывайтесь на премиум. По реквизитованию через плеер поддерживайте. Ну и ГГ Года также поддерживайте, ребята. Вот. Посмотрю, там что в сетке. Кр уж ждет победителя вот этого матча. Мы Кр и будем смотреть победителем, я думаю. Фрэн ждет тирана Вика Арктура. Какая-то очень интересная квали получилась, я вам скажу. Улучшение завершено. Смерть на пороге. Ну я, ребят, после квали прервусь и пойду на Гуфу СК. Скорее всего, потому что там Казблай и Стрэндж, и топ Европы, как бы, типа Нерчу и других игроков. И хочется посмотреть мне этот Гуфу СК финал месяца. Вот. Правда, я не знаю, как на ЕМ мне вставать после всего этого дела. Но я выдержу 4 часа, посплю, если там хотя бы, я думаю, завтра ЕМ. Хотя он будет идти, ой-ой-ой, просто часов 10, наверное. Но завтра-то а днем особо стримить не будет, по ходу дела. Иначе я подохну. А может и вечером ГГГД я стримить тоже не буду. Короче, разберемся, что там будет. Так, здесь Сувером Рео залетел, спалил, что здесь происходит. Достаточно ранее факта. Рипер, почему, гранат какие-то покидал? Так, Рингов продемоджил, Рипер на Мейн полетел. Так, интересно, управили два криптумора. Да, ну-ка, третий, к четвертой, точнее, базе пошли криптуморы. И посмотрите, что здесь происходит. Серега-28 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Спасибо, Серега-28, Шни-228. Триэлли-блок подчеркивания кот активировал премиум на ваш канал. Зеленый код, кажется, загадку разгадал. Молодец, зеленый код. СМ готов. Ну и спасибо всем за поддержку, пацаны. Вот. Надеюсь, за декабрь-январь закрыть. Про том вопрос еще. Нужно определиться. Привет, еще раз, Миша, ляжь сегодня в 4 часа ночи. А ничего, что в 4 ночи часа надо начинать. Вот. Поэтому я лягу, как только глухой скапинал месяц закончится. А если он слишком долго пойдет, может быть и на том моменте, как наши там закончатся. Вот. Тем более, что у меня режим такой. Чтобы мне тяжело будет в 12. Я в два самая ранняя ложусь. Но я сегодня не выспался специально. Причем, как, основательно не выспался. Не специально, а че, но так получилось. Но я встал, как бы, и, ну, в печали там пуглены, стал дальше ложиться, чтобы попроще было заснуть. Ведь я знал, что буду стремить и им. Так, или отменяется. Так, два либератора прилетают. Либератор-то откуда взяли? Циклон проезжает. Че-то какая-то дичь творится. 364-45, похоже на 1-1 очень сильно все это дело, но не факт, что 1-1 еще тут уже сейчас будет. Либератор на мейне. 35-44. 11 дронов все заказано. Как же либератор больно делает, а? Так, лбат минус. Ну, тут третья в лево есть. Третья, кстати, его может спасти, но... Смотрите, здесь-то тоже третья. А-а-а, здесь мех, ребята, здесь мех. А мех это значит, что еще и все шансы у ЗРГ есть, на самом деле, восстановиться. Либератор разложен, разложен в никуда. А третью-то вилла вообще? Не, не видел даже третью у нас, получается, Люцифер. Так, лбатов встретил, убил. Надо продолжить бывать. Два дрона потерял, 74-88. Ну, так просто мех этот не пробьешь. Да, сегодня ночью. И... Сегодня ночью, не пропустите, кто хочет посмотреть супер-крутые игры корейского ЕМов. Четыре часа утра. Начало будет там две группы одновременно. Стасуют или нет? Я ХЗ, вроде по расписанию, только две группы одновременно. Должны начать. Либератор тут больно делает дроном. Четыре минус, но королева выжила. И здесь четыре гелика. Опять бесконечный какой-то харассас Люцифера. Молодец, здесь все четко он в этом плане делает. Этот геликов зажал Рева на халяу лингами. Сейчас как-то сами по себе такие ощущения зажались. Несколько дронов, все, погибнет. Пять, семь, три дрона плюсом к тем четырем, что выбил Либератор. Но на три дрона и четыре гелика размен уже... Ну, не самый эффективный размен, я бы сказал. Три Либератора, два Тора. Хелбат есть у Люцифера. А Рева муту ударился. 15 есть и три еще будет. 18, конечно, много, но... Три Либератора с двумя Торами должны разбирать. Ой, какой сплэш у Тора сейчас жесткий, кстати, еще стал. Это вам не это. Видит Рева, что здесь уже муткой ловить нечего. Сюда точно наломываться нельзя. Нужно харассить там, где есть возможность на харассить. А где? Практически нигде нет. Тут нам и не меньше всего туреточек. Здесь вообще туреточек напилил Люцифер. Да фига. Сканет, видит третью базу. Реодронов постепенно восстанавливает на четвертую запилить хату. Здесь сканет, видит, что нет хаты. Люцифер, я хочу все муту устрою. Кому тут столько? Ой, тут три гелика с синим пламенем приезжают. Это печаль, вообще нет никакой стационарной обороны. По земле нет юнитов. 14 дронов, минус. Мутка где-то летает, непонятно где. 17 сразу дрону Прева заказывает. Понимая, что с мехом можно играть вот такую тему. Ну, Люцифер пока сидит. Не спешите, не спешите туда. Видите, 24. А где еще погибли дроны? 24 погибло. Сколько за игру погибло? 46 уже, жесть. Опять гелики приехали. Ну, здесь мутку уже дал. На плетку запилить, в конце концов, одну хотя бы. 1 на 1 грейды. Атака на технику есть наземную. На воздух делает Люцифер. И четвертую ЦЦ он уже занял. Пока нету масс там гидры, надо бы выход сделать. 150 лимита нужно понимать, когда твой оппонент просто дико халявит. Нужно под эти моменты как-то подстраиваться, что ли, я не знаю. Туретчики все больше и больше их становятся. Последнюю секунду туретка доделась. Успела даже ракеточку пустить. Сейчас просто вот по этому хайграунду идти вперед и разваливать. Так, в общем, с Рэйвеном Люцифер выход делает же самое интересное. Гидра успевает ревчика там заказывать, но ее пока мало. Либератор еще на мейн залетает плюс к этому выходу. Так, гидра здесь у нас появляется. Либератор и влетает. Рэйвен есть. Рэйвен, что Рэйвен ничего пока не делает? Дефенс дрон Рэйвен делает. Танчики всиджить можно сейчас. Кидает, ну, еще Рэйва. Там еще Либератор полетел. Люцифер играет очень-очень неплохо, я вам скажу сейчас. Рэйвен. Так. 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 Поехали, гуру грит. Ой, лаверс гуру пробрил или гуру сдался из-за гуфу и скачет, не понимаю. Так. 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 Гуру победил, на самом деле, ребят, я извиняюсь. Надо там им решить вопрос, как он с былордом... ...сыграть, вообще, не знаю. Там пацаны решат наверно. Я понял, Лаверс. Гуру не такой уж и бич на самом деле Вот Просто он грит у него гоу поиска Что там не знаю Как этот вопрос решат Просто любой лорд готов Сыграть попозже Надо дать ему возможность сыграть попозже Так Тут реактор на бараке Два марика факта Это не передроб марика со стимом Очевидно Может быть это дроб без стима с минками Я не знаю По такому началу сложно определить Не похоже, что это именно такой дроб без стима Овер пытается разбить Так, лейер у репчика Казблай Нет, казблай Если только я успею стримить Я могу у ФСК ворву еще точек попозже То есть сейчас мы посмотрим эту игру И следующий матч с Кыром за квоту получается Как бы мы посмотрим Вот Кстати, счет 1-1 Я прошу прощения Запилю КРР Вот этим игроком из Литвы Соответственно Хелбет пушек что ли Ну и Тогда я на Гоу ФСК уже пойду Там дальше Мэджик все достримит до конца Соответственно Как-то так А, ну, кстати, получается Здесь же до конца играют Поэтому как Гуру собирается То и то отыгрывать Я даже хз не знаю Как там этот вопрос решать Вот Вот Что ж Как там Что? Как там Что? Что? Так, 8 роучи у ревы Хелбат пуш приходит А роучи только-только появляются Проблемы, проблемы Ну вот сейчас они появились Смотрите, как марики с хелбатами Раскладывают больно Ну кончаются юниты здесь понемножечку Может дронов лучше было бы выпиливать Зачем с роучами берет, я не понимаю Не понять мне, зачем с роучами Зал сейчас лютефер, если честно Ну встретил реву в этот раз Хелбат пуш не прошел так, как хотелось бы идеально Так, либератор разложился Сложился, улетает Выносливость на тренинном уже, золкин Что тут делать, как бы Ничего не поделаешь Вот как я вынесу юнф ночью Я вообще не знаю Ну такой турнир я не хочу пропускать Там топовые игры просто будут Вот угуру взял Где курут там гуру взял Да ну, вот у гуру одна четвертая А вот это полуфинал Вот у гуру гуру в городу взял пока что Так, прилетает мутка Еще шесть дронов там наминусовал Сейчас люцифер, реви Уже гуру фуиска началось Что он там возьмет Пока он ничего и не возьмет В том-то и прикол Так, мутка опять наламывается от ревы Два либератора развалено Пламптанчик развалить пытается Опять мех, кстати, здесь пошел От оппонента рев Хорошо, кстати, муту сплетанул реву, я вам скажу Мариков ровным счетом ноль, чтобы в бункер посадить Да это фейл вообще Что-то творит здесь непонятно на самом деле Так, по мне Люцифер А там Масроучи уже пошел в стиле, как Блай любит Ну, это у ревы с блаем билды похоже Потому что они друг друга знают хорошо И знают друга билды Используют часто Что Блай это про Психату Который, говорят, ревы придумал Что ревы вот такие темы, как Блай катает Так, еще один либератор вылетает Люцифер будет юнитов с их сраных контролить Чего они летят-то все на отдачу, не понимаю Так, здесь какие-то два гелика Ну, это два мотоцикла беспонтовых Они ничего не изменят Минус-3 муталиска Хороший слэш, конечно, сейчас у Торов Но эти минус-3 муталиска, кажется Ничего не изменят вообще Топчика Ревы не играют Помимо ревы, это все топчики Там Бьян даже есть, конечно Бьян сказал, ну Я не буду считать этот БЧМ Как бы вообще все эти сраные турниры Близкон Нормальными турнирами Там не было ревы, как бы Когда у него спросили Каково тебе было победить Самых сильных игроков в мире Он сказал, ну я не играл с левой Ребята, вы что-то путаете Ладно, давайте Хорошую левую кровь Лево сегодня хорошо играет Мне нравится, как он играет Четко и сочин Так, заходит Роучи на ХГ Минки сплэшем 80-ку Либератору наносит Муталиски падают Вот в чем прикол Реведжера одного запилить и убить Просто Либератора Не поймем, в чем проблема Рево под Либератором Роучи оставит Проведит их Нам там бомбить Вообще дико Бедные Роучи Больно им очень становится На третьей базе Вообще ничем не защищено Продакшн Вот это мех тирана Подловить так Когда у него нету Нескотанков Чтобы отбиться Это печаль Я про режим в курсе Золкин Но Работа есть работа Я сам хочу Ер постримить Если бы я сильно не хотел Я бы не заморачивался Ночью Как я не заморачивался С тем же Ватсап На Ватсап Там был какой-то Фейловый турнир Получается Вообще Так Здесь и золото И еще Четыре Я его там оборзел Бас понастроил Миллион Так Здесь все базы подняты Но добить-то пока Не добил Почему Реведжеров пару Не запили Не понимаю Что мешает Сделать Как больно Либератор Делает Смотрите У него 19 хп Он 12 юнитов Убил Уже Касп Кидает Игру Касп Кажется Понял Что здесь Все плохо И Либо Там уже Кипишить Начали На Кап Так, мутка есть. Минус 2 минки. Что там, квартира, все обсуждается. Вообще, как с курсами, это в 2014 году шляпа началась. Недвижимость-то упала как бы, не на 30%, а на 20% где-то, наверно. Даже у нас в Кою, хотя у нас, гляд, военная ипотека подпитывала некоторое время это все дело, но... Потом подупало все, опять мутка налетает, опять здесь, короче, минки эти не дают добить. Но все-таки, кажется, здесь не отбиться уже в итоге. Блокировка пишет Люцифер. Ну, на самом деле, сейчас... Сейчас, короче, Гриарева хорошо принял выход. Если бы он не принял его, то за что было бы. Поехали на.. Вкусно. Ну, мы получили эту 20,000 на 2,000원. Комплин. Ладно. Зато снова. Зачем, как зубы, у нас. Вот. Ну, давай... Ну, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Короче, никто мне не отвечает. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Так, это первая карта. Чё-то не жмёт кнопку. Чё-то не жмёт кнопку. Поехали. Так. Так. ДimaTorzok Секунду просит. Почеркали карты. Карты первой у нас получается. Эхо. Вторая чаще. а третье у нас чего осталось да и бровик чрево опять что морозится там долго очень все делает но мы ждем и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поехали! Все, наконец-то игра началась. Субтитры сделал DimaTorzok В последнее время я смотрю, он достаточно активно тренится и на каком-то турнире, я помню, мы видели его, он относительно неплохо играл. Вот, но все-таки до такого уровня типа Харстома Протусов не дотягивает немножко. Вот, ну в любом случае, в любом случае у Ревы хорошие шансы есть. Вот, это 100%. Да и если сегодня он не пройдет, а это уже матч за квот получается, то он может завтра сыграть на последней квалификации. Успевает КРФ первый Нексус поставить, если я против Хаты первой Ревы. И получается, что вот при этом билде получается, ты Хату как бы не впиливаешь оппоненту. Так, что, Ревчик Прокси Хату собирается делать? Ага, смотрите-ка, прям интересно как... Ну, оппонент, кажется, знает, что любит Рева делать. И фаржа пошла. КРР понимает, что без фаржа здесь не отбиться. Ну, если как бы здесь, ребят, если здесь фотонки будут запилены, то плетки уже особо... Ну, нужно что делать? Нужно, конечно же, после готовности GTA заказать кибернетку. Желательно где-то здесь ее подальше заказать, чтобы снизу не убили и... Так, кибернетка будет. Да, пошла кибернетка. Полный блок вообще. Полнейший блок. Здесь рампа идет. Ну и нафиг, короче, вообще. Патонка пошла. Сейчас Реве главное спали, что здесь происходит, и вовремя свернуть свою операцию. Если он как бы отменит... Если вот на этой хате просто построят королеву и застрет здесь крипом, и поставят хату дома, у нее шансов будет на успех гораздо больше, чем при таком раскладе. Вот плетки приходят, но теперь придется делать что ему, как бы? Теперь ему придется делать масс-масс лингов и улыбнить, потому что ему придется пробивать здание и пытаться лингами пробежать сюда, как бы. Но здесь, если будет сентриан, все будет нормально. Я даже не знаю, зачем сталкер здесь, потому что сталкер, он не особо-то нужен. Зато мазеркор пораньше запиливать. И еще один пилон здесь. Суверчаж будет с этого пилона. А, Рева вообще добычу начинает. И хату здесь строит. Вот это верное, абсолютно верное решение, считаю, вот так вот поступить. Почему? Потому что... Так, есть королева, плетки не строятся. КРР их вообще не видит. Так, вторгей, потому что здесь уже ничего не сделал, здесь готово абсолютно просто. Но то, что наглухо он блочил, я думаю, что... Хотя это надежнее, но видите, как бы в итоге в минус получилось. Так, плеток не наблюдается. Сейчас дроны пособирают здесь, переводить, я думаю, их даже сюда смысла особого нету, то есть просто надо массить дронов. Здесь трех... Так, три из шести, почему три из шести тысячи, не понимаю. А, типа только три ближних минерала считают, что добываются здесь, или почему из шести-то? Типа в рейнджахатке она цепляет только так, наверное, или... Я даже не знаю. Нужно аккуратнее быть. Грелочка заказана, то есть... Не, ну здесь по Майнгеймс и Мрео вообще как бы опередил оппонентство просто. Старгейт спалил, спалил лингами, да, получается. Так, ну большинство латвийцев. Призматическое ядро активировано. Так, ну королевы домой ушли. Здесь две грел... А, нет, грелка Мазерхор или третью хату отменить. Здесь добыча по чуть-чуть идет. Опа, второй Старгейт. Уж не карьерки ли это, ребятки? Или какая-нибудь армадка жесткая такая? Королевы пришли. Вейлинг Нест вижу. Вейер делается. Вы понимаете, экономика у КРРа значительно лучше. Еще грелка одна. Опа, еще две грелки. Если Кир делает вот такую тему, ему обязательно нужно грейт на воздух делать, на самом деле. Это важный очень момент. Так, плитбикон запилен. Спорка здесь есть. Можно пул подвыпиливать сейчас, попытаться. Гидроден пришел. Можно Гидроден отменить. Ну, опасается потери Мазерхора, КРР, поэтому улетает. Так, четыре грелки здесь же. Ну, тут восемь гидралов заказано. Ну, до гидралов можно ударить просто в эту третью хату спокойно. Потом телепортнуться и выпилить просто, например, вот эту базу. Хорошая гидка, так, грелка ведет. Мазерхор не теряем! КРР, что ж ты творишь? Мазерхор потерял. Гидры много сейчас выйдет. Параллевы, правда, падают. Вот, грелками пытается улететь. Одна точно не уйдет никуда. И остальные уйдут, скорее всего. Ну, хоть так, хоть так. Мазерхор потерял, не очень хорошо. Третий хату, смотрите, где запилен. Нужно строить робо. Посмотрите, сколько здесь крипа, а. Без робо здесь не убить, ничего будет вообще. Третий пошел. Старгейд, блин. Ну, без третьей базы, да, тяжело. И вот такой вот третий нексус, он как-то не очень, на самом деле, здесь выглядит. Еще и здесь дрона до сих пор таскают минералы. Это непорядок. Стопудовый непорядок это. Гидра выдвигается вперед. Кареры делаются. Грейт карером на мух делает. Так, хату выпиливает. КРР. А что спорку не выпили? Не знаю. Выпилил бы спорку тогда. Так, нексус отменил. Робот так и не строит. Да ема. А как быть-то, как жить-то без нексуса? Тут три овера еще заказано. Полиамид пока в плюсе. Три карера в продакшне, это конечно хорошо. Еще один попер сейчас. Один уж первый готов. Но крип надо выпиливать и надо нексус занимать заново. Так, два плюс карера, три все еще в заказе. Не все бустятся. Плюс гид и пошли. Гараж 2х бас решил, чтобы прям сидеть здесь развиваться. Не понимаю. И вот проверяет, где же нексус может быть. Наконец-то допетрил, что робо надо, чтобы выйти вообще будет. Можно здесь нексус заново ставить. Он с робо крип уже вычищаетесь получается. Так, пробочка выходит. Гидры сколько? Гидры 26 штук. 2 карера, 3 грелки, ну никак не могут противостоять такому количеству гидральского гигантскому. Но когда карер встанет штук 5 уже, то шансы есть. Так, что здесь прям нексус хочет каререр запиличную. Так, линкот побежал. Обнаружил и требовал нексус. Тут надо все отменять, но минералов кареру не жалко пока. А вот Гансон не имеет права потерять как бы. 21 секунда до готовности. Ух, три гидрала прямо из личины, которая здесь находится. Все тут рева используют прямо. Так, карера все больше и больше. Можно пробку пострелить. Три гидрала вернулись. Спорка здесь осталась. Так, все, криптуморы выпиливаются. Спорку нам забирать тоже. Спорку забирает КРФ. Криптуморов на выпилил. Еще надо вниз спуститься. Здесь крипто много еще. Даже дальше есть. Адептика парк. Глеб и Адептик пошли. По грейдам печаль на самом деле. 1 на 1 сейчас в рево будет. Так, давай Адепт свой еще задавим. Мне Адепт не задавил каверар. Здесь что-то прям серьезно очень. Гидрой много. Другой 170 лимита. И... Ага. Инфестейшн. Там шпиль было. Не знаю. Хайф собирается вытерела. 1500 минералов. Нам просто не ксу ставить. Не париться. Как бы... Запиливать два газа. Еще пионов много. Реви обязательно грейды нужны. Или он, точнее, не сможет сражаться с этой темой всей. Потонок КРР добавлять. Все правильно делает. Ну, кстати. Неужели мид серьезный боевой? То есть, как бы, с потонками тут КЗ даже. С потонками надо поаккуратнее. Минералов надо оставить. Хотя сейчас вот, конечно же, пять минералов за интерцептора. Это очень жесткая для КРР подъем. Опа. Опа. Вот это, я не знаю. Спорный. Реально спорный шаг, считаю я. Почему? Потому что неврал стоит дорого. Сколько он сейчас стоит вообще? Наверное, как и раньше. 100 с лишним энергии. Что могут три инфестера здесь изменить? Лучше б вайперов сделал. Вайпер это стабильно минус КРР. Ревы расчетки наши с гидрая, увы, не все. Все. Ну, 50 гидралисков это реально дофига, ребят. Ну, карреров очень много. Ну, вот несколько гидралисков уже никуда не делись. Обратите на это внимание. Чейзинга подрезает КРР. 160-1190. Затягивать ни в коем случае против этого стиля нельзя. Масс спорки делают. Здесь на крипа больше. Надо вот сюда подводить крип, как будет здесь. Осаду вот отсюда начинать. Везде нужно королевами работать с крипом. То есть, Реве обязательно нужно ближе к оппоненту крип. Реве нужно спорки подводить. Кстати, может быть, это и не неврал будет амикос по интерцепторам. Еще знаете, что интересно очень я хочу вам сказать, что Рева по грейдам будет опережать. 2-2 против 1 атаки воздушной. Это для протаса тоже катастрофа. У него по земле грейды. Да, под интерцепторами вот эти ребята будут раздавать неплохо. Но у него грейды фейловые. Абсолютно. Особенно, как автора армор доделает. Что, карьеров эффективно снизится. Хотя бы воздух нужно грейдить. Сколько карьеров? 10-12 будет. Ну, карьеров очень много, конечно. Потому что третья атака у Рева пошла. Но все равно это мясо против воздуха. Нужно отметить. Так, инфесторов много. Сколько стоит неврал? Соточку. У этих нету неврала еще. Тут 80 еще энергии только. Микоза то есть. Так, 11 карьеров вижу. Еще грелка улетает. 200 карьеров. Лимита больше боевого. Почему грейды не делаешь? Ты просто съемаю. Ну, даже с 1-0 шансы есть разнеси. Потому что 200 такого лимита это очень страшный лимит. Спорки подходят. Ну, под спорками там, если заневралить, получится карьеров. Ну, поверьте, здесь земля есть. Здесь... Здесь есть... Вот если бы был мазершип, вообще хрен-то там что заневралил бы. Без мазершипа можно. Здесь грелки еще есть. Но еще, знаете, что важно? Что... Так, минус инфестор раз. Спорки. Так, микоз пошел. Будет КРР нападать на микоз спорки? Я чуть не понимаю. Так, здесь нет. Стрева отменяет. Инфесторы хорошо кидают. Микоз по интерцепторам. Интерцепторов выпиливают с 2-2 грейдами. Очень это четко получается делать. Смотрите, как интерцепторов мало стало. Телепорт сразу КРР домой делает. Это не потому, что карьеры слабые, ребята. Потому что грамотно все рево делает. Спорки, во-первых, решают. Во-вторых, 2-2 грейды. У процесса просто не было грейдов. Ну, карьеры продолжают давить за счет интерцепторов. Что-то КРР разваливает. Смотрите. Здорово, смайл. Да, ГГ новый. Все замечательно. Семья хорошо. Я хорошо. Вот. ГГ изменился. Вот ГГ года будет. Приходи смотреть. Отборочные третьи. Сейчас Гоу поискапсу. Неужели КР пробреет? Четыре секунды до грейда. Следующий. Где микоза-то, ема? Так, невралы поперли. Но тут КРР выпиливает инфесторов очень жестко. Кайеров. До Кайеров добирается рево. Третья атака доделась. Как же Кайера терпит, а? Кайеров все меньше и меньше. Будет заказ у рево вообще? Ресурсов очень много. Заказа не вижу я. 27 гидравов. Заказ надо вовремя делать. Сейчас они... Сейчас они будут выходить раздельно просто. И они могут затерпеть, ребят. Ты как-то вовремя его пропускать, что плюс 2 доделась. Дерется значительно интенсивно. Ну, Кайеры, кстати, жесткие, блин. 2-2 гидру выпиливают. Ну, дал 200 лимита рево сделать. Реально, как мне кажется, рево сегодня неплохо очень все исполняет. Как мне кажется, мог бы он сделать вайперов и гораздо лучше бы все это выглядело бы в итоге. Так, гидрав все новое и новое уходит. Смотрите, ресурсы все потрачены. Имеет весь потрачен. Неужели КРР сможет пробрить? Нет, все-таки, мне кажется, интерцептора можно до десятки поднять стоимость муха. Потому что в два раза хотя бы одной базы хватает, чтобы кареров столько питалось просто минералами. Бегаю в стрелу, но, но, свайпером выпиливается все изи просто. Вторую карту создаю я. Какая у нас старая карта, кстати, была? Я что-то забыл. Чаще, короче, овергроз. Что случилось-то? А, повтор смотрит. Тош-то. 6,%-7%-7% А, решил я выбурый Покарал на муках? Это талискул Help. Ух Manaiden. Играет заitet на муках. Так, сейчас я создам с модом. Продолжение следует... Так, поехали. Продолжение следует... 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 Так, адептики уходят... Продолжение следует... 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 Наши войска атакованы. Враг атакует улей. Ну что, проблема здесь. У ревчика адепты сплетанулись как-то сами собой. Здесь сплетится вокруг третьих ад, там робо-дома пошло. Сплит неплохой очень получается. Вейлинги неэффективно врываются. Ну хотя линги отбивают адепты в итоге. Видите, парабан 35-22. Это катастрофа экономическая для ревы. На самом-то деле. Это плохо, что такая ситуация по рабочим. У нас не был. Морком атакованы. Так, в этот раз адепты крайне неэффективно заходят от Кэррера. Это шанс для Рева, ребят. Овер минус, но 71.54, все по лимиту, как-то грустно здесь все для Рева. И третий иммортал уже строится, то есть иммортал будет сейчас очень много. Мува овером нету, забывает оверов еще на мейне у оппонента. То есть из 4-4 строится, получается-то плюс 2 всего, потому что здесь и так минусы уже Рева. Парает овер, еще один. Сапплая блок все еще есть, но Кроуч Ворона успеет доделаться. Так, адепты вынесли лингов тут на Ксилнаге. И будет выдвигаться сейчас Рева вперед, сейчас еще один иммортал выйдет. Плюс, да, гейты, фу, Рева. КРР будет выдвигаться вперед, конечно. Так, адепт приходит, ну или адепт на халяву третью еще хатку дождует? Да, и успеют телепортнуться еще, что самое интересное. Прямо последним ударом добили. Но это, конечно, повезло к РРу, что так произошло. Я уверен, что это не специально он прям так синхронизировался жестко. Ну и катастрофа, катастрофа. Против трех имморталов вообще здесь делать. Еще, что-то КРР стоит, правда, не понимаю, почему. Вот сейчас только все берет и пошел с призмы вперед. Центринга сзади тут. Так, адепт в рампу до варп. Пропускает Центрей. Оставляет адепта, чтобы не было забегания еще одного. Сталкеры варпятся там дома. 90-80-85, ну с реводжерами. А, вот есть несколько реводжеров. Обсервы, кстати, нет у КРРа. Так, что тут с ХЗ, что в итоге выйдет без опса. Пошел в замес, пилды пошли. От фаерболов уворачиваются, КРР. Еще один пилд, несколько роучей отжимает на халяву. Очень жесткий прессинг. Гвардин шилд рублен. Эгэ, пищит реводжер, КРР получает стопудовую квоту. Вот, и будет биться там дальше. А я на ГУФОСК смещаюсь. Я надеюсь, что ревчик не будет расстраиваться сильно. И завтра примет участие в отборочных. Ведь завтра только для СНГ отборочные будут получаться. Вот. Сегодня мне понравилось, как он играл. Ну, как-то кареры из колеи выбили. Так, ребят, на ГУФОСК надо заходить. Что там у нас Стрэндж? Уже выиграл соул, что ли, чуть не понимаю. Так, ну что, Стрэндж будет, ждет Нерча уже. Надо к Нерчу Суперу зайти попытаться. Вот. Блин, две минуты в игре, а. Только-только начали. Дичь-то какая. Сейчас переименую стрим, ребят. Стрэндж красавец уже в полуфинальсе. Ну, уже стопудовый выиграл. Счета там на ГУФОСК. Стоп-старт я делать не буду, чтобы, короче, не сбивать здесь темп стрима, я бы сказал. Вместе выложу записи эти. Я думаю, ничего страшного в этом нету. Как-то быстро ГУФОСК проходит, я вам скажу. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 в 4 потому что все таки по 4 часа спать тяжело сейчас 10 часов и я сомневаюсь что через час этот вот этот был поиск окончат и думаю что он хочется 12 где-то хотя достаточно быстрые игры вроде идут но одна часть сетки задерживается там лайкас что-то катаю долго по поводу гагагода все в сетке есть не надо меня тупые вопросы задавать смотрите сетку ребята вы все увидите сами так продолжать с харасс и при этом в третий некстус вышел супер где гагагода-то это квалификация черт погоди так пока что так урубы лорд как бы бьются за коту крр получил код полуфинале тиран веками над получили квоты соответственно они тоже в полуфинале будут дальше биться секрет все в порядке тиран век давно что его не видно было в чатике все в своем стиле поднывал что-то там жаловался на баланс но тут ворвался и прямо хорошо играет так здесь не заходит просто в нерча сейчас просто куда ты так в лес то супер как же он в лес жестко и как же нерч мясо его тут раскладывают еще пока не сдался супер что ли я не понимаю что не заинвальт или таган говноеды а так погодите досмотрим а блин не заинвальт или что-то быстро стартанули идет поляк или стриме все еще у стресс мерча финал у этот матч попаду стопудово сейчас короче пока на канал зайду ребят да иди ты в баню 4 так кастом что-то ожидает ну стрейдж против нерча если Если Нерч победит, это будет уже полуфинал. Поэтому я здесь подожду Стрэнджи. Касса. Будем валить дальше. Касса Блая 1.1. Ну, ждем касса Блая. Как-то резво они стартанули с Нерчом в следующую игру. Все, ребят, сейчас две игры рестрим. Следующую игру зайду. Секунду отойду. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько мне надо денег, чтобы я стримил месяц, сам играл и не стримил, участвовал в турнирах? Как это бред ты, ты пишешь? Ты готов дать денег, что ли, много мне? Здесь деньги не помогут, если желания нет. У меня не особо есть желание. Так что такие дела. Так-то я и мог бы и год играть. Но денег много надо на жизнь, чтобы было. И с запасом еще на дальнейшем. Так что тут дело такое. Потому что результата может и не быть. Хотя, если бы я, наверное, полностью был обеспечен, да, как бы, я о деньгах не думал, то я бы, наверное, бился бы до сих пор, как бы, прикалывался. Хотя, может быть, и нет. Сложно сказать, короче, ребят. Ну что, ребят, не аж против супера. Опять через DarkoF opening. Сейчас, кстати, Стрэндж предупрежу. Так, так, так. Все, ребят, в Стрэндж плюс 3 гейтана, 4 гейт Дарк Харас. Опа, и блинг сразу заказан. Ха, интересно прям. А нужен ли Darkshand 10, если ты блинг сразу делаешь? А очень резкий переход блинг. Уж сейчас будет от супера. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну тут супер-овер разбивать. Не знаю, нерч вообще какие-то такие темы хорошо прочувствуют обычно. То есть, он готовится очень неплохо к таким всяким пушам. Вот. Ну, этот... Нексус-то фейковый будет, если будет вообще там как бы от супера Нексус. Влетают Архоны, Харас начинает с Архонами. Дрон минус, нерч отводят, остальных в стейке. Там дроны надо сваливать. Нужно Архонов отгонять, что и делает нерч сейчас. ДИНАМИЧЕСЬ! так ну тут выход пошел у версера можно было бы отменить сам просто отменил у версера су-22 87 кажется нич вообще в мясо разваливает оппонент своего жесткие для стрэндж каши соперник будет это признаться честно очень жесткий финале в полуфинале точнее есть конечно супер сейчас как то чудом не перевернет эту игру на я вижу пулемет супер будет тяжеловато перевернуть эту игру архона продолжает харассить и 2 там чуть загулял привет hidden 79 привет всем или нерж сам сейчас уж пойдет рабам на 10 плюс в принципе можно и в экономику выйти можно и в пуш выйти нерж идет пуш чем таким образом что оппонент его просто не видит как бы через золото заходит это будет здесь будет момент неожиданности в этом пуша это очень важный всегда момент старкрафте момент неожиданности то что если не этот момент то многие его билды просто не удавали так заходит нерж после три пилона оверчаж fireball и на дальние пилоны пошли четвертую хату выпилит нерж успевает отменить красавец и пуш одновременно и успевает такие важные делать тема как отменять никсус и которые ему убивают заходят нерж дальше что-то много здесь признаться честно супера юнитов боевой какой-то с 8 58 и там лимит и не учаясь был дома у него 24 лимита 24 лимит боевого заказа сейчас это 12 руч и вот эти мазеркор еле-еле живой здесь супер в наглую делают блинки агрессивные сейчас чё фаербольщики суперу на ход хорошо по сталкерам падать нерж кстати игра еще фаерболы пошли чейчлинги вперед супер очень много агрессивных блинков вперед делает опасно он делает смотрите как фаерболами нерчет блин хорошо позицию фаерболами чувствует не очень очень грамотно их кидает это у него не отнять просто не хватает здесь миксе реально немножечко лингов почему вы шлинги вы сейчас нормально бы помогали бы в битве так так разворот от нерча минус и immortal 1 stalker of dmg на хвой пилит просто царево знаете жми бы вперед йому чаще блин супер бы вперед жмет жмет и нечно развороте хорошо подрался будет ли только он пуш еще или нет я не знаю пока что он очень круто отыгрывает так что там по нижней сетке казбла еще не доиграет до сих пор один один что там долго то так играют рейнер гуру гуру ждут на году года блин ну один уже точно прошел не из снг игрок а по нижней часть сетки два наших игрока пошли снг вот продолжается битва супер нерча ромится нерча много а 2 не снг пройдет шаблор тоже не из снг ребят короче здесь я все закрываю сейчас и ждем мы врыва удача Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, короче, теперь бы лорд пропал. Теперь бы лорд куда-то пропал. Блай Биллую то ещё не начали играть, наверное, даже. Они только сейчас будут начинать. Скорее всего, они только сейчас будут начинать Блай Биллую. Ну и если Блай выиграет Биллую, то я его успею посмотреть полуфинал стопудово. Хотя хз сколько тут, вот этот полуфинал будет Стрэнджи Блиц, не знаю. Возможно, мы Стрэнджи увидим его любимый пуш после выхода Вархона Хара с чаржем? Сейчас, я не знаю. Но тут оверы на овер летают и всё-всё-всё контролят. Очень чётко. Будет передроп лингов, я так понимаю. Эволюшн есть? Так, про Учфор. Нет, не будет передроп лингов. Эволюшна нету. Или есть? Не, нету. Вроде да. Всё, я посмотрел. Как-то не мог я пропустить эволюшн сейчас. Сталкера Стрэнджи на мэне оставляют. Я думаю, что Нерджи прекрасно знает, что Стрэнджи такими билдами играет. Потому что наверняка они попадались на ладере. Может он смотрел где-нибудь, видел реплей какие-нибудь может кто-нибудь ему сказать, там мог я не знаю, какой-нибудь Блай. Вот. Так, ватарки эти продавались за деньги в последний момент как бы. Не в последний момент, а перед финалами Близзкона. Оверсир есть, дарки заходят от Стэнджи. Ну нет, уверсир есть. Пацаны, ещё. Ну подхарасил, хатпул, хп ровно стрэнджи спилил. Можно было, конечно, позабирать дарков, попробовать по одному ещё, но ещё пару сотых хп бы снял бы. Блай пришёл похорохориться в чат. Ну, бакаса там убил, там все дела. Коричев следующий. You next. Ну посмотрим. Пора наказать. Так, летает Стрэндж Харэдди. Сталкер пришёл овером и минусует Стрэнджи не рчу. Я ещё в прошлый раз, чей с прошлым оппонентом овероуч вовремя отвёл просто. Здесь успеет. Успел, но добьётся Стрэнджа сталкер. Овер, куда ты его повёл-то? Чё-то куда он? Чё он в Гаста ударился? Чё происходит вообще за бред? Так, Томас Роучи Реведжерс. Ну видно вот со всеми зергами, которые Стрэндж играл, до этого я видел, что у него лимит не сильно проседал как бы. А здесь я смотрю и реально как бы у Стрэнджа меньше, чем у оппонента его лимита. Зато королеву на мэне подрезал. Можно личинки подрезать. Личинок не спешу подрезать. Стрэндж предпочитает Роучи резануть сейчас, который уже построен. Но Роучи ценнее, конечно, чем личинки. Так, вот в этом плане Стрэнджом поаккуратнее надо по прямым курсам летать, так он может подбрить. Так, Оверсир здесь рядом есть. Дробь ещё-то. Забирает Оверсира Стрэндж. Молодец. Выход-то будет? Нет? Пойдёт. Сейчас выход. Двадцать шесть лингов ещё у него же делает. Три Иммортла. Ну Стрэнджа я не раз видел. Этот пушист. Будет давар. Что-то с пилонами какой-то провал. 15 лимит. Всё свободных будет сейчас. Обходит Стрэндж. Здесь как раз Овер висит. Идеально. Прямо как он идеально висит. Видит Нерч прекрасно сейчас, что Стрэндж пуш идёт. Что у него есть? Двадцать шесть лингов. Четырсот. Не так уж много юнитов. Девять реводжеров. Это немного. Заходи Стрэнджик. Пуш его. Пуш. Как никогда не пушил. Так. Здесь принимает Нерч бой. В тыл будет заходить Стрэндж. Позицию занимается ми-юнитом. Пошёл замес. Фаерболы по призме. Фаерболы не попадают на призму. Это хорошо. Филды хорошие. Зилки с архонами вгрызлись. Очень неплохо там в части армии Нерча. Фаерболами Нерч снимает Филды. Которые Стрэнджу самому же, кстати, мешали. Стрэндж опасно. Здесь очень пушат. По лимиту поближе стала сейчас ситуация у игроков друг к другу. Но по фаерболам Стрэндж гуляет. Нерч здесь вокруг обходит этой вот неровности местности. И принимает бой хороший в итоге. Так. Здесь на крипту. Мы сагрили сделки. Вот Филды здесь. Стрэндж сплетанул юнитов очень неплохо. Филды пошли. Так. Ещё Филды там от Стрэнджа. Тревенджеры тупят. Чё-то там пытается Стрэндж их переконтролить. Здесь Архоны отдаются. Стрэндж на два. Фронт разделился. Один контроль. Это второй. Нет. Здесь контроль Стрэндж в другом направлении. Что ты делаешь? Семьдесят два сто пять. Нет. Нерч слишком силён. Стрэндж не может двух направлений сконтролить. Просто это печаль полная. Третьего Никуса конечно же нет. Ещё устался по тому Стрэнджа. Один Иммортал. Два же телепортирулись. Нерч ещё одного успел сфокусить. Да что за бред вообще. Да. Да. Чё-то не хватило немножечко Стрэнджу. Признаться честно. Нерч идёт в контратаку. Ну тут Стрэндж в принципе у него суверчажа есть. То есть как бы можно подраться. Спорка на мейн перекап. Королева приходит. Сейчас можно призму ещё потерять на муве. Это совсем печаль будет. Блин, а пуш какой-то момент неплохо шёл. Да, Стрэндж теряет просто призму сейчас. А нет, зелков успел грохнуть. Смотрите-ка. И даже призму не потерял. Трансус на королеву. Но зелки одну тоже распотрошат скорее всего успеют. Так, ещё и зелков Стрэндж запирает. Опасный контроль со Стрэнджа идёт. Да, варп ещё архонов сейчас будет. Ну тут продавить с двух бас. Блин, представляется мне тяжёлая очень затея. Придётся пилон убивать Стрэнджу. Либо призму возвращать, чтобы архон вышел этот чёрт. Побери призму, надо возвращать Стрэндж. Архон не выйдет здесь вообще. Так, приходит пробка ставить Нексус сейчас. У меня сейчас 45 лимита уже. Бейлинг Нест пошёл. С Бейлинг Нестом ему стопудово отобьёт скорее всего. Призму нечто привезти. Пришлось пилон выбить. Приятного здесь мало. Пять отделков ещё, до варп. Да, что-то у Стрэнджа не заходит здесь. Блин, ну вот если бы Стрэндж сейчас, когда пушил, вот этот, увидел, что здесь дроны. То есть когда, что нужно было сделать Стрэнджу? Увидеть, что вышли отсюда дроны. И армию постараться соединить в кучу реводжеров. Реводжеры только здесь остались. Всю эту группу надо было вести. И вот эту, выдавливать армию вот сюда куда-нибудь. И пушить эту базу, а здесь филдами ставить, короче. Вот это было бы шанс тогда. Но Стрэндж не смог этого сделать. Так, робо-бэй здесь для дестабилизаторов делается. Нерч не будет сидеть. Он сейчас построит лимит 180, где-нибудь 190 и пойдёт вперёд. Может даже меньше. Все минералы на этом месторождении изобраны. Так, призма сверху там летает. Пошли в бейлинги. Ооо, они с покатушками будут. Ну против таких покатушек, я не знаю, даже дестабилизаторов. Ну, если их штуки три, и ты супер... Так, призма минус, тут королевы забрели. Если их штуки три дестабилизатора, и ты умеешь реально чётко ими попадать, вот этими выстрелами, то тогда, тогда может что-то получиться. Но куда стрелять, когда у тебя лимита настолько меньше? То ли в роучер-реведжеров жёстко дорогих, то ли бейлингов пытаться пробить, чтобы вы не убили. Но если филды грамотно кинул, то в роучер-реведжеров надо попадать, стараться. Так, Мазеркор стоит, Стрэндж видит. Хорошо, бейнов принял, филды пошли неплохие. Так, бейны пройти не могут, сверху-то ещё бейны есть. Сколько много их затекло, их очень много. В принципе, здесь, посмотрите, здесь есть проход для бейнов. Архоны с имморталами справились там сверху, но... Здесь ничего не осталось, всё аннигилировано нерчом просто. Мазеркор где-то вдали, овер-чаржер Стрэндж не успеет вовремя выставить. Сейчас угла выставляет. Очень быстро нерчих укусит, очень чётко, конечно, нерч. Ничего не скажешь. Стрэндж бился, Стрэндж бился даже после провала этого пуша, пытался вытащить, к сожалению, не получилось вытащить. Тут ничего не поделаешь. Домик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, еще не число 13, да? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, 1-0 нель, вторая игра, поехали далее Стрэнджникс первый играет, решил по-другому здесь сыграть Может карьерков каких-нибудь мы увидим по такому вот билду, не знаю Посмотрим, как нибудь первый сейчас зайдет Здесь, кстати, опять у Нерчапа угас Это может превратиться в очень агрессивный бил с его стороны Почему? Потому что как раз тайминг замечательный для того, чтобы залететь сюда оверами Кого-нибудь сюда подвезти возможно Но он так летит, правда, что сюда будет переводиться Если сюда долетит, то, конечно, уже увидишь, что сюда переводится Да, как бы вот Вот, но Это может как бы быть и передроб Это может быть и там, я забыли Ну, блин, бас, навряд ли это полный улын Сегодня Снуд такой бред делал, конечно Против Харстона Ничего у него не получилось Так, два сталкера устроились Здесь два линга пробегают Пробок он что-то там местами меняет Надо пробочками драться с лингами, нормально Не давать им наглеть Мазеркор на второй, сталкеры на второй Все, блин, на второй делается Печаль полная Из-за этого пробки кататься вынуждено здесь Мазеркор будет готов Сталкеры вынуждены будут свалить Один там застрял, тупор везет сейчас Пробками помоги, сейчас газа снимет одну Снимает с газа в итоге одну пробку Черт, не побери, Нерч Видит, видит двух сталкеров сейчас Нужно овера Нерч не тупой, ё-моё Нерч сразу его отводит А, у него еще мух доделся А прикиньте, вот Музелка надо подстраивать-то Либо пробку здесь-то А что толку пробку оставлять здесь О, Стрэнджер сталкер застрял А я-то и не заметил Посмотрите, какой фейл стенки Вот это минус стенки Все познается сейчас Реально На опыт для Стрэнджера Либо телепорт, трать 50 энергии Либо копи энергию мазеркором Другого выбора нет Сталкер застрял в тупую Вот здесь вот, как бы Он ничего сделать не может Стрэндж этим сталкером, черт вам Овера надо стараться сбить Собьет, кстати, Нерч Нерчу овера, Стрэндж, молодец Здесь второй залетает Стационарной фотонкой стал Сталкер, бедняга Я-то сначала не понял Думаю, что здесь Стрэнджер стоит Как бы Что он сталкер к нему воет А потом увидел же Что здесь эти трубы, черт его И вот тут Качает что-то на этой карте Что, куда, я не знаю Или это канализация, я не знаю Короче, вот такие вот дела Два Сторгита пошли С Стрэнджера Мне сразу поймешь Сейчас карер, скорее всего Хорошо, Нерчу овера контролят Сможет увести, не уверен Прикиньте, два бы сталкера были Эти сталкеры, эти сталкеры Как бы должны выполнять Как раз таки функцию контроля То есть они должны Этих оверов постоянно шатать Пошел Флитбикон от Стрэнджера Ну я не знаю, с Нерчом Так откровенно вот это все делать ХЗ Сразу линги прибегают Принимать третий Нерч А Дэп сталкер Шум Стрэнджера есть Надо дождаться Пока пилон достроится Конечно же сразу Гидродэн Делает Нерч Он знает, блин, Нерч реально Как бы прошарен Он знает Не то, что даже Может он не уверен Что именно так Стрэндж будет играть Но тенденция Это он современный Знает, что карреры Карреров любят играть Пошли карреры сразу Стрэндж Гравитонная чертова катапульта 150-150 стоит Какая нахрен катапульта Первым надо делать Атаку всегда на воздух Катапульта, конечно, хорошо Но без атаки Вообще как бы не очень Вот, пошла атака Все правильно Гусь Сакарит Варвай Агит Икс Там этот, нет Четвертый уже Золото стоит Кстати, если дать Стрэндж на халяву Так третью базу Вот Будет все окей тогда У Стрэнджа возможно Прилетает Уверсир Нердж видит Здесь все прекрасно Он будет выдавливать А, он не будет Кстати Стрэнджа выдавливать Он Гидрой боится Что ли? Я еще не понимаю А если бы Гидрук масил Мне кажется Пришел бы Убил бы просто Нет, он хочет Раскачать золото Сейчас Ой, какой макро 68-58 парабам Ну и Хочет Карраптеров выйти Это все контрится Элементарной разведки Вот такие зерги Как? Как контрил Си Джей Хира Не так давно На Каких-то там Лайфингах Или СГЛах Не помню Он просто Делал Вот он сделал Например Так Нужно третий Старгейт Например Сейчас сделать То есть надо Два каррера Сейчас строить Они выйдут Как можно быстрее Ага Стрэндж обманывает Оппонент Смотрите Это кстати Грамотная игра Со стороны Стрэнджа Просто не надо Сейчас продолжать Делать каррера Все правильно То есть нужно Добавить адептов С глефами И в землю Перейти В колоссов Так приходит Гидра Уверчажа Два выставляется Мазеркор Не веди Так в наглую Стрэндж Что что творит Что прилетает Каррера Каррера Отгоняют Гидру Молодец Стрэндж Молодец Мазеркор Спас Все Все Сейчас гейтов Добавляем Добавляем Руба Руба И второй Так Если адепты пришли Хорошо Стрэндж зашел Адепт Смотрите Нерчата подразвел Сейчас Подразвел Чертягу Адептики Заходят Мне нравится С головой Стрэндж играет Это очень важный момент Против нерчат Нельзя По-другому Либо Супер Пушник Убивать Супер Тяжелым Отбиванием Я имею ввиду А не супер Халявным Там я не знаю Так Адепт Падает Караптер Падает Но проблема Знаете в чем В том что Караптеры Могут Убить Колоссов Они И колоссов Ведь хорошо Контрят Собирается Вперед Нерчат Выходить Стрэндж Шпиль Спалил Что ли Где шпиль А вот Он видел Шпиль Да Он понял Что это Именно Грелки Именно Караптеры Будут Он собирается Встречать Их С Грелочками Двумя Штучками Заходят Гидролинги Сюда Мазеркура Много Энергии Фатонки Должны Достроиться Сейчас Фатонки Достроятся Это важно Так Видит Стрэндж Собаку Пару Гидрол Заходят Уверчаж Моментальная Реакция Стрэндж Хорошая Сейчас Караптеры Прилетят И описывают Здесь Все Ооо Флейт Бикон Обоссали Ё-моё Песчаль Такая Здесь Еще Гидроруч Есть Флитбикон Пофиг На этот Флитбикон Строй Колоссов Стрэндж Не парься Игрелок Вот Вот Невч Ты не понимаешь Что Стрэндж Съезжает С этого Всего Дела Сейчас Просто Колоссов Пару От Гидры Потом Понять Что ли Ура И Дестабилизаторов Начать Строить К примеру Блинк Сталкером Делают Тоже Важнейший Грейт Сейчас Так Три Сталкера Рядом С мэном Мазеркор На мэне Стрэндж Держит Важный Момент Это Очень Четвертый Никсус Будет Запиливать Пока Не собирается Так Кораптеры Залетают Сталкерами Стрэндж Встречает Молодец Молодец Стрэндж Отщик 165 Сапай Блок Трип Трип Илон Делают Вторая Атака Сталкеры Все еще Есть На мэне Есть Все еще На мэне Сталкер Халявный Нет Хочет Прилететь И на халяву Воздух Пошатать Стрэндж Микс Стрэндж Опасно И Кареры Есть Плюс Один И грелочки И колоссы Есть Сейчас Гидру Можно Втащить Просто Стрэндж Так Пошел Замес Пошла Движуха Грелки На разогреве Караптеры Падают Хорошо Стрэндж Будет Принимать 170 На 180 По лимиту Нердж Залетает На мэнч Он Нексус Халяв Мало Сталкеров Здесь Варк На медленный Перелом Стрэндж Что ты Будешь Делать Колоссы Выходит На вперед И Ти Аж Целых 13 Люркеров Делает Нердж Ну все Караптер И Нексус Еще Убили На халяву Четвертый Ставит Базу Ну да Лезть Наверное На 180 Лимита Сразу В атаку Это Глупо На самом деле Почему Потому что Литбикон Тебе зашкварен Ну все Да Когда Караптеры Обосстали Ты не имеешь Права Больше Литбикон В игре Строить Потому что Ну это Реально Полный Зашквар Тогда Получается Так Нердж Стрэндж Идет Вперед Нердж С тыла Заходит Развернись Стрэндж Приньми Бой Есть Кстати Обсервер У Стрэнджа Я вообще Без понятия Грелки На разогреве Карреров Пытается Караптерами Забрить Неч Карреры За мухами Охотятся В это время Грелки Просто Развалят 177 179 По лимиту Все неплохо Здесь Выдвигает Стрэндж Вперед Обсервер Вообще Нет Нифига Разверни Стрэндж Прими Бой Еще раз Шатает Смит Активировал Премиум На ваш Если 5 батонов В очередь Заказать Достроиться Должны Если в очереди Ты заказал Я думаю Что да 144 155 Стрэндж Катит здесь Стрэнджа Что-то лингов Много на крипе Вышло Грелки Не справляются С караптерами Стрэндж Бился как мог Но нердж Приростом Отбивается Это гг Ребята Хороший выход Шел Сейчас от Стрэнджа Но не хватило Реально Но близко 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 Надо пытаться Остальные Отменяются Утко узнает Ко узнает Я думал Что всем Хотя да Глупо Если бы все Достраивались Лидбикона Нет 83 164 Вот здесь Если бы Стрэндж Сейчас Лучше подрался То есть Он вынужден От Люре Отступать В чем Должно было Заключаться Вот это лучше О котором я говорю Оно должно было заключаться Чтоб он с караптерами Дрался Грелками Нормально Пока они На разогреве были Тогда бы У него по воздуху Не было бы Не было бы Не было бы напряга И он спокойно Дальше шел В итоге Стрэндж Там ни с землей Ни с воздухом Нормально не подрался Ему как-то нужно было Собраться Здесь На ксилнаге И подловить Именно нерча Как бы Увидеть Увидеть Что он армией Назад Отходит И не растягиваться У армии Потому что у него часть здесь была Часть здесь А кучей сразу драться Когда у тебя лимит Близких 200 Даже одна секунда Именно Не в бою Армия Она просто Там ДПС Такой Не вносит Что жесть Вообще Короче Минус Стрэндж Блайбилу И там Должен биться Сейчас Так Блайбьется Вообще В своей игре 6 минут Стрэндж 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 Продолжение следует... 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 Ну что ж, сделаем инвайд. 2 рубля сейчас будет. 2 рубля сейчас будет. Так, а, вижу. 2 рубля сейчас будет. 3 рубля сейчас будет. 3 рубля сейчас будет. 3 рубля сейчас будет. 3 рубля сейчас будет. 4 рубля сейчас будет. 4 рубля сейчас будет. Так, все, погнали, ребят. Гуру Блай. Бо-3, он в финал Бо-5. Я не знаю, сможет ли Блай одолеть Гуру или нет. Вот. Сколько времени, кстати, у нас? 22.59. 11 почти часов. Короче, наверное, если Блай проиграет, я тогда не буду до конца достримливать, ребят. Сейчас я на секунду отойду буквально. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. так все я вернусь пацаны короче поехали влай против гуру блай вполне гуру может удалить все злой сегодня хорошо уступает белую одолел многих он там одолел такс ну что овер летит или а1996 здорово так непонятно что гуру делает что это за здание было заказано сейчас линги от влая бегут вперед у влая много реально лингов строится гуру проверил увидел что хатка есть два линга от влая у гуру лейр уже пошел влая просто сгрызали эти кстати делает сейчас и оно по-моему сейчас может удастся удастся потому что гуру вообще не готов к этому врыву линга будет совсем не готов сколько лингов обладаете глянем 20 на 6 гуру гуру продолжать строить рабочих лейр ема так чем блай хитрым образом убегает сверху сейчас своими лингами смотрите гуру их пока и не видит до сих пор все пора врываться еще блай лингов делает стенку успеет гуру запилить стенку ставит но здание еще совсем не готово посмотрите хп мало только только набирают хп нужно грызть блая жестко как никакой здесь три королевы опасно конечно но линги быстро очень эволюши не прессует меняет эволюши даже при этом всем дрончик а здесь подвел линги где дотекает там линги затекает по чуть-чуть так дрону надо пробрить и бла не пробивает ой какая печаль кстати гуру вовремя отреагировал все он абсолютно был не готов я бы сказал это крутая игра от гуру он был вообще не готов поначалу крыла но потом он подстроился и успел как бы отбиться ну блай да не надо грызть слингов терять блай успевает перейти в третью хату сейчас так сейчас я на секунду буквально отойду забыл вот так ладно так ну гуру 11 ему фручим кстати делается гуру можно стрёмный выход сделать час двух бас 5 роучи есть еще пошел газ или за счет грейдов пытаться нагнать гуру собираются я не знаю блай зачем-то на хрен он лингов строит столько я вообще не понимаю что то блай сейчас лингов надо уводить гуру будет пытаться на третью хату выйти ну бред какой-то блай делает зачем увынить то я чуть не понимаю гуру сейчас посидит сверху построит больше роучи и все как бы блай будет вообще не готов тогда видит блай что просто не строится ничего на третьей базе гуру видит и оббегает блай так роучи в не спустились блай заходит на хг гуру не успевает стенку закрыть но роучи то с плюс один уже и блай мало лингов провел наверх и роучи с плюс один в узком проходе лингов просто скал разваливает смотрите как они падают ревозеры пошли 1-0 гуру ну шанс был кстати гуру вниз спустился но блай нужно было все наверх заводить он зачем он на королеву всех лингов оставил если бы он сразу роучи окружил может что-то и получилось бы вообще что-то Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, если будешь все активировать, так. Все, поехали. На ГГ уже больше ничего не простаивает, они просто за квоту сыграют. Так. Так. Так что все, короче. Если будешь все активировать, ну, любой канал вообще, я попрошу, чтобы тебя все нахрен сняли, короче. Слишком наглеть нельзя. Так. Продолжение следует... Револьвер активировал премиум на ваш канал. У-па, револьверчик что-то там активировал откуда-то. Царь вообще. Так, гуру-то 1-0 ведёт, ребят. 157 дней, ну как раз что, примерно столько. Так, ну бая хата. Гуру Бэйлинг Нест, знаете, гуру Бэйлинг Бас какой-то хочет запилить. У меня такое ощущение. Или он просто подстраивается под муфлингов Блай, я не знаю. Видел хатку. Вот, знаете, крипчик чуть-чуть увидел, сразу отмел. Молодец, гуру. Так. Так, ну тут движуха идёт. А, понял. Понял, понял. Я думал, все там... Не жалко, не жалко, что-то. Короче, гуру сделал под пуш и парабам уже чуть ли на 20 впереди вообще рабочих. 2-6-3-1. Ну, Блай 3-я есть с другой стороны, как бы, да? У гуру нету лейра. Ну, гуру... Погодите. Чё гуру дронов столько мастит? Просто немерено, как бы, ставит. Он их 8 ещё делает. Блай почти сравнялся. Сейчас плюс 8 дронов, и гуру опять впереди окажется. Так, 9 роуч. Блай, гуру лейра, руч ворон, реви модерку, была уже только неудачный был опыт. С тебя лучше сниму, чтобы предложения всякие не пилил, не нужные. На самом деле так, эти модерки, фуфантрусы, большую часть работы самому делать приходится, как бы, ну, на опыте чисто. Игрок в СНГ, рассчитывать, что-то хочешь на него рассчитывать, я не знаю. Всех, кого мы видим на гуфу СК сейчас, это топ в СНГ, реально. Как бы, Демага сейчас ещё форму немножечко набирает. На данный момент, вот прям на самый данный момент. Пройдёт там пару недель, может, кто-то ещё форму поднаберёт, да, как бы. Но недосягаемых просто нету в данный момент вообще. Ну, видите, что у Страниц бодался, конечно, с Нерчом, но проиграл всё равно. Так, заходит Блай, 78-75, и Гуру, кстати, есть, тут лимит боевой. У Блай намного прям больше. Блай вот фаербуллов не хватает, на личинки нужно ещё фаербуллов скинуть. Всё, пару кидает Блай и выбивает весь прирост. Гуру 44-24, всё ещё Блай впереди по лимиту. Фаербулл ещё по оверу пошёл, минус овер. Здесь, смотрите, сколько оверов у Гуру висит. Блай будет их подбривать. Вон этого овера можно с фаербуллщика не будет. Опять по личинкам Блай кидать, чё и Роучи накрыл здесь. Не, ну это победа для Блая, стопудово как бы. Я уверен, что здесь Блай уже не сможет перевернуть и чего. Но если Буру обыграет Блорда, то, возможно, он будет на годы турнире. Пока что прошёл из не СНГ, получается, как бы, да, только КРР. Причём он из Литвы, то есть он теоретически мог бы быть в СНГ, да, просто. Сами знаете, что такое Прибалтика и что там творится, как бы. Вот, то есть он, получается, что он из лучшего союза, да, как бы игрок. То есть так даже знаково, да, получилось. Вот, ну, и Гуру. Интересно, Гуру бомбить так же, как и до этого. Какого выгнали из команды. Ну что, третья решающая, Блай молодец. Ребят, не уходите далеко. Четыре часа утра у нас будет и ем. Я на него встану, ребят. Блин, я его буду стримить, конечно. Я сам вызвался. Я ни от кого ничего не требую. Там, за каждый час плюс стрима, плюс присылайте деньги. Но я посплю сейчас, как бы, после вот этого турнира. И если Блай поиграет, финал я стримить не буду, ребят. Потому что это ЗВЗ будет тогда, польское дерби, получается. Да там и дерби ли вообще. Польская грызня. Гуру против нерча. Но если Блай победить, так же последний финал. Блай, коль. Блай. Блай. Продолжение следует... 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 отбиваться, сейчас от роучей будет. Вот тебе и весь прикол. Но если золото получится раскачать, если Блайк это отобьет всех роучей, ну, золото-то я уверен, что не снесут, на самом деле. Слишком мало ДПС здесь. Кто из известных, кого будет, ну, именно. Если ты про участника, то ты можешь посмотреть тетку и понять, что неизвестных там нет вообще, в принципе, как бы. Так, Блайк будешь лимитом? Что, Блайк сейчас еще выиграть собрал, что ли, я не понимаю? Блайк, что, поспать мне не хочет дать, что ли? Ну, ладно, я все разоблаю, конечно. Так, здесь гидра, мутка летит, отвлекательная четверка, гидру Блайк начинает выпиливать, пару выпиливает гидралов, сто семь, сто девятнадцать. Блин, у Блайк две, база в три играет. У Блайк так круто дерется, что умудряется две против трех играть каким-то образом сейчас. Но, блин, ну, крайне тяжело будет ему задавить. Здесь сейчас у Гуру еще плюс один будет, Блайк плюс два заказа. Ну, третий-то база, как не было, так и нет. Вот в чем прикол. 41, 51, гидра идет. Мутку отбивать Блайк, сливает мутку на гидре. Что-то делать, Блайк? Роучами будет биться в лоб, пока не бьется. Заказ еще семи роучей идет у Блая. Так, чейджинг пошел вперед, и тумбру выпиливает. Спор пытается выпилить Блайк. Спор не так просто выпилить. Оказалось, паэрбол по ручку падает неплохо. Можно подстроить еще ревозеров немножечко. Четвертую хату запилить не дают. 119, 139. Пока Блайк для двух баз отыгрывает вообще очень четко. Но... Блайк, четыре дрона за паэрбол. Хорош Блайк. Харас минеральной линии пошел. Так, Гурук заходит сюда на силу на гону. Блайк контролит ее очень четко. Гидра вот идет. Шансы уже по Гидре. Не, не проблечь. Гидра, леска, много королев. Прикрытие он. Хорошая фаэрбола от Блайк заходит. Все больше. Гурук по лимиту отстает. Сейчас Гидре будет рейндж готов. Что, Блайк оверсира потерял мутку. Улица 130, 150. Не, если Блайк сейчас вот каким-то... На золото у Блая просто и личинок-то нет лишних, чтобы на золото заказ, короче, какой-то сделать рабочим. За счет рейнджеров можно тащить, если Гуру будет тут фаэр... Попорезить. Так, один фаэрбол на локоть. Сейчас Глайк обшел. Отгоняет Гуру. 120, 160, 162. Сейчас Гуру в тыл с тыла зайдет ровочами к Глаю просто и все. Будет больно Глаю. Но Глай видит это и пытается Гуру отогнать. Отгоняет муталисками встречает. Так, здесь шире проход, уже здесь тяжелее. Надо фаэрбола кидать. Что Блай фаэрбола кидает? Ну, Глай так, размеренно. Как Ютермал гранатки риперами, так и Блай фаэрбольщик аккуратненько кидает. Какой-то в минералы-то кидает, Блай. А вот, сейчас попал нормально. Четыре дрона, минус. 52, 41. По лимиту 119, 128. Вторая атака у Блай есть. По грейдам лучше, 1-1. Хуже, чем две атаки, я уже говорил не раз. Пять фаэрболы пошли на минеральную линию. Еще пару дронов забирают Блай. Офигеть, если Блай вытащит. Я просто Блайю респикну тогда вообще. Он просто чудо-игру тут тащит. Так, надо принимать двой, Блайю. Блайя отгоняет Гуру. Гуру идет там с тыла. Гидра там сзади где-то. Гидра на золото заходит. Разверни, Блайя, куда ж ты гонишься-то, ема? Роучи идут вперед. Что Блайя делает такое? Здесь роучи не отдается просто. Мутарисков, Павел Судакст, и грамотно сплетит юнитов, Блайя, что я должен заметить. И здесь как бы отбивает Гидру нормально, которое без прикрытия дерется вообще. И там мутку я отогнал с роучами всех. И по лимиту, по боевому опять плюсе. И плюс два у Блайя есть. Надо брать живьем. Там 131, 130, Блайя, это просто дичь какая-то. Куть игру тащит вообще. Короче, может я задержусь. Там пять встану, не знаю, на ЕМ, ХЗ. Часть К4, надо все-таки поспать, я думаю, будет. Но я встану в любом раскладе, так что ждите. Блайя с фаерболами приходит. Лимита будет охренеть. Просто что Блайя сотворил вообще? Вот как, вот реально, когда поме надо спать, берут и наши что-то начинают такую хрень, как Блайя сейчас творить. Когда надо стримить игры и за наших болеть, тогда наши где-то вообще непонятно где и что делают. Еще бы мутка дралась бы, не с хатой. Было замечательно. На плюс два Блайя еще тут стащил. Просто жесть. По потерям. Смотрите, как Блайя эффективно дрался. 11500 на 19500. Он просто на 8000 больше убил чуть ли не на целую базу. То есть он с двух баз контрил три базы. Это реально достойно похвалы, короче говоря. Ревальджеры с ровущими сильнее, чем гидро с ровущими. Не всегда так. Зависит от контроля с обоих сторон. То есть это такой субъективный момент. Покидает. Угуру бомбит пердакэла. И он покидает игру. Вот. Ну а ровучи гидро ревальджеры уже точно сильнее ровучи ревальджеров. Хотя тоже не всегда на самом деле. Продолжение следует. Ну что, финал с нечем. Ну что, финал с нечем. Ну что, финал с нечем. Ну что, финал. Ну что, финал. Ну что, финал. Ну что, финал с нечем. Ну что, финал с нечем. Ну что, финал. Ну что, финал. Ну что, финал. Ну что, финал с нечем. 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 Ну что, финал. Ну что, финал с нечем. Так. Здесь. Здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я табуретку возьму, короче, ждите... Топ-контент... Продолжение следует... Продолжение следует... Привык уже на кресле, короче, сидеть... Раньше, помню, было временно... Со стула стримил только так... Блин, надо уже, короче, экран умутить нормально на стену... После продца, да, как бы на плазму... Вот, вешать на стенку... И в таких ситуациях просто там из-под одеяльца... Микрофон туда хопа... И читать рыпачок из-под одеяла, в общем... И отгнивать на середине финала... Просто там... Помю храпит... Ну ладно, нормально, топ-контент... Донат попёр, все дела... Вот... По-п olvidому... Продолжение следует... Может быть, это designated круто-пишциал. И долгий-кал ты пойм Класс... Поавильная К scheme... Продолжение следует... 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 варить грит с интернетом все плохо так ну все я здесь короче ребят и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так, ну тут Блай не потерял Другу погрызут Очень важно, конечно, как с успехом Блай будет это делать Главное, ну самое главное ему на бейлингах Не взорваться на халяву И... Не, Роуч Ворон это не агрессивный Роуч Ворон Блай дроном делает Я думаю, сейчас может Роуч и закажет еще в пуш пойдет Нет, не делает так Блай Линги на третий факт приходят Здесь Бэйна есть Блай это видит Одного на одного Бэйна развел нерча Второго пытается развести Хэ, мимо нерч взрывается Красавчик Блай, но там успевает новый подстроиться Бэйлинг Блай аккуратней, блин Аккуратней надо Блай обыть Все, тут уже лингов столько же Развел на заказ лингов Все, не лезь, Блай Не лезь У него как на один заказ рабов Он стабильно впереди, блин Это, конечно... Ну, то есть Блай, конечно, заказывает Тоже нагоняет Но у нерчата раньше собирать начинает Соответственно, как бы Он немножечко в плюсе оказывается Как раз спрашивал, не было написано В прошлой этой игре было написано Что-то только пришел, что ли, там Так, да-да Ну, финалы обычно Бо-3 не играют Хотя на лайфем капе, например, Бо-3 Ну, там 2 Бо-3 с лузеров побеждают Чел Получается Блай реводжеров, пару морфится Блай где-то оверов потерял уже Где нерч сбил там королевами Здесь пытается овер скрыться Уйдет? Не, не уйдет Две королевы стопы Долу накроют Хорошо еще нерч подконтролил Блай реводжерами отвечать надо за это А реводжер один всего И соплай блок Е-мое, печаль полная И новых реводжеров не подморфить Оверов не выбить, ни хрена не сделать Так, фаербулчик Один Блай кидает Нерч там что делает Блайлингов сейчас отдал на бейлингах И 9 дронов пошло То есть Блай дает Тремя сюда кинул Двумя сюда Так, фаербул Нарок Мимо, мимо, братан Блай Здесь попал Здесь еще один И здесь еще один Здесь минус Здесь минус Отлично Софлай блок Нерч практически сделал А здесь просто на халяву Линги прибегают Пока Блай Лунтик схема По-другому не назвать Пока там оверов убивал Пришли линги И Блай опустили просто Минус третью базу Мы сделаем Надо быть растороп Не оверов быстрее выбивать Грамм Так, шпиль Блай заказывает Но экономика уже фейлится Сейчас То есть, как бы По лимиту меньше У Нерча лимита боевого В два раза больше Чем у Блая Уже Он там ручер элджер Миллион настроил Вот такие вот дела Нет, Блай не ведет Вранье Кто-то врет Тут, короче Не знаю Где умеры-то падают Не вижу Где-то падают А, Нерч Блай Тут минусуют Знаете, сейчас Блай У сапплай блок Еще у меня здесь делает Это вообще фейл будет Так С 329 9 роу Еще Блай Заказан Запустил Как на рампу Постоянно запускает А? Блай там что-то Реведжера пытается Фокусить Не, это 2-0 Похоже Либо Блай Начинает Камбэчить Либо Блай Отлетает Для меня Это тоже Неплохой вариант Быстро Но Хотелось бы Чтобы Блай Быстро Так Нерча Делал А не наоборот Но Нерч Очень силен Конечно Я смотрю С ним реально Тяжело Стрэнджи И Блай Он 2-х Нальше Что-то не пробрел Но Блай Попал в финал Он 50 евро Уже заработал Стрэнджи Заработал Тоже 75 По-моему Не буду брать Тоже не зря играл До полуфинала Дошел 2-0 Нерч На EM Кстати На кибетике Ставочки есть Помните об этом Если что Тоже неaux Догнал Догнал Стоять Продолжение следует... 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 Играет музыка. Тут что-то беготня туда-сюда идет. Вроде как Блай готов к Нерча встретить. А у кого Роучи-то строятся? У Блая один. Погодите, а что у Блая один-то всего? Так, еще овер делается. Я чуть не вкуриваю. А, 10 дронов. Все, Блай как бы съехал с пуша. У Нерча Роучи там прям добавляются. Но с 10 дронами он только-только нагонит Нерча. Вот в чем проблема. У него вторая, не раскачана. И третья, это там не особо раскачана была. Прибегает Нинд. Давайте сейчас дроны сгрызет. Хорошо, Блай успел отвести. Молодец. Один КП оставался. 1,3 генел. То есть спас дронов очень-очень вовремя. Так, здесь Ниндич пробегает. Видишь, что Блай тут дронов дозаказал. Ну, Нерча Роучи больше. Что самое интересное. Рабочих. Ну. Так, один единственный Реведжер есть. Файер Булли сбивает вот эту водонапорную башню. Что-то сбегания лишних не было. У Нерча больше Роучи. У него 2 штуки. А, ну 7 уже. Можно сейчас Реведжеров запилить, как бы, и начать оверов выпиливать. Блай понимает их, отводит назад. Здесь газа много у Нерча, реально. Ну, тут лэер делается. То есть, возможно, выход шпиль. Как-то вот я смотрю эти игры. Вот Нерч, реально, даже в этой игре, где особо ничего не произошло, Нерч как-то то ли передумывает, то ли у него билды круче, то ли просто механика у него круче, не знаю, игры. То есть, нужно смотреть репки, как бы, и на голову не такую сонную, как сейчас, уже, как бы, конкретно анализировать моменты, где дрон там не поехал, где криво поехал, где еще что-то произошло, там не зазыкался, здесь не заказался, и понимать, почему так происходит. Я вижу, что у Нерча как-то все лучше, реально. Все на шаг впереди все время. Так, Нерчу овера, Блайс Билкс, полиометр 50-36, использую Блая, Блая больше, нам быстрее идти вперед. Хорошие, хорошие фаербулы, минус овер, еще один. Нерча саплайоблок вообще здесь полный такой идет. Что, фаербулчики по оверу пошли, но не все попадают. Так, здесь Блай хорошо, кстати, отменил реважера, спас, один только фаербул попал, еще один надо кидать. Еще овер, ну там я чужих оверов настроил. Блай что-то, пока вот это овера выбивал, дал Нерчу настроить просто до хрена юнитов, как бы, в итоге получается, что у Нерча больше рабочих на 12, как бы, и Блай не реализовывает свое преимущество. Если у Нерча еще плюс один доделает, то это совсем провал для Блая будет. Так, линги наверху, там Бейна еще есть, ой, как же Блай. Вот сразу, пошел бы сразу, вы видели сами лимиты, больше было там 50, 50 ровно на 36, что ли бы его было в пользу Блай. Блай бы пробил. Теперь просто плюс один будет, все, линги через 10 секунд будут бесполезны, практически бесполезны. Точнее, ну, нет, бесполезны это громкое заявление, они будут слабы уже, как бы, получается. Ну, Блай там дронов подстраивать, еще роучий, отступил назад, получается. Да, как бы, Блай, да, режим, что надо встречать. Ну, здесь плюс один, здесь мув, Блай, этого всего нету, как бы. Это продолжение, увы, на медленно номеровывающими клингами, как бы, идти вперед, пытаться пробить. Ну, казачья, это вы, мне кажется, может ничего не выйти здесь. Нет, сейчас разведывать вылетит еще. Ну, пока лимит, кажется, поставим. Минус овер. Тут нерше время они теряют, вообще зря. Там овера подбил, здесь овера подбил. Вот этот овер злополучный, что его Блай за него зацепился-то? Что бы уже убивал бы, блин? Ну, не сбил, так не сбил. Че, Блай, все копится? У него нет ничего. А, вот лэер делает. Ну, блин, если ты хочешь нагнать, надо грейды-то делать тогда. Сейчас будет ситуация, 2-0 нерча, в 0-0 Блай, как бы, очень скоро. Через просто 70 секунд. Уже меньше. Пока я вычислял, секунды 3 прошло. Скопление минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Ну, че, 200 нерча, 162 блая. Хорошо фаербул ложатся очень. Просто в мясо, короче, нерча, два раскатываю. Потери давайте глянем. Просто. И это все без 2-0 еще нерч напал сейчас. Короче, ребят, нерч 3-0 Блай. Вот, уже больше 12-ти время, в общем-то, короче. Я ложусь всем спать. Через 4 часа ем. В 4.30 я будильник ставлю, встаю и смотрим его, короче. Ждите. Все, всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok